Глава пятнадцатая. Почему мы не ездим на лосях? Самые мощные олени на свете. Вместе с санями через забор. Лосю спешить некуда. Лосиная ферма на Урале. Сахатый убивает медведя. Лосиха, которая давала шесть литров молока в день. Перспективен ли лось, как тягловое животное? Чтобы преступники не могли удирать из мест заточения, пробираясь по лесам и болотам Сибири, русская царица Екатерина II запретила объезжать и приучать к упряжке сахатых, этих мощных лесных великанов. Да и в городе разъезжать на лосях не рекомендовалось. Лошади пугаются. Тем не менее, возможность такая все же существует. Превратить лося в верховое или тягловое животное. Ведь они на самом деле вовсе не такие дремучие, дикие и пугливые, как это часто почему-то изображается. Во время строительства Беломорско-Балтейского канала лоси часто выходили из лесу и присоединялись к пасущимся коровам строителей. Не раз отдельные из них безбоязненно проходили по деревенским улицам и меж бараков, причем отнюдь не только зимой, гонимые голодом, а просто так. Какие-нибудь десять лет назад годовалый лось вскочил через открытые окно в класс школы на окраине Стокгольма. Разумеется, к несказанному удовольствию учеников. Когда заядлый охотник, барон Тизенхаузен, однажды сидел в засидке, выслеживая Тетерева, какой-то лось стал проявлять к нему повышенный интерес. Охотник попытался прогнать его зажженной спичкой, но тщетно. Лось отбежал всего на пару шагов и, наоборот, еще больше заинтересовался вспыхивающими в темноте огоньками. Он так назойливо стал приставать к Тизенхаузену, что тому в конце концов пришлось поджечь целую коробку спичек и бросить ее сахатому в морду. Только после этого любопытный Верзила кинулся на утек. За последние годы лоси стали все чаще появляться в тех местах, из которых они уже многие сотни лет как исчезли. Например, в некоторых районах Чехословакии и ФРГ. Были это в основном одиночные экземпляры, чаще всего самцы. И вели они себя нисколько не пугливо. Никто не знает, откуда они, собственно говоря, появились. Возможно, из лосиных заказников, созданных в Польше после войны. Ведь и наши страны, в конце концов, были когда-то местами обитания лосей. Только мы, люди, их здесь начисто истребили. По находкам лосиных рогов в торфяных болотах удалось выяснить, что еще тысячу лет тому назад сахатые обитали в Древней Германии. Римские завоеватели знали их и изображали на своих картинах. Три тысячи лет назад, а возможно, значительно раньше, они уже водились в Швейцарии. Лоси относятся к оленям, при том они самые крупные и тяжеловесные из всех живущих ныне на Земле оленей. Самцы могут весить до восьми центнеров, а размах рогов у них достигает более двух метров. Зачастую встречаются экземпляры, у которых высота в холке составляет два метра двадцать сантиметров. Это уже нечто близкое к слонам. Известно, что с оленями всегда надо быть на чеку. Дело с ними иметь опасно. Даже ручные, выкормленные из рожка и выращенные в доме олени, непременно становятся злобными и агрессивными, как только повзрослеют и достигнут брачного периода. А объясняется все очень просто. Они выросли в окружении людей и считают их особами своего вида. Человеческие приемные родители в таких случаях всегда страшно возмущаются неблагодарностью своих воспитанников. Вот совсем недавно я получил письмо от двух пожилых дам, в котором они описывают подобный случай. Гуляя в лесу, они повстречали косулю. Не успели они вскрикнуть от восхищения, как милый козлик на них напал. Одной из дам удалось ухватить его за острые рожки, но козлик не отступал. С разорванными платьями, пятясь задом всю дорогу, при этом непрерывно подталкиваемое беснующимся животным, несчастным удалось наконец добраться до постоялого двора на опушке леса, где они и спаслись, захлопнув за собой дверь. А вот именно с самыми большими и мощными оленями, лосями, дело обстоит совсем иначе. С ними подобных разочарований, как правило, не испытывают. Может быть, это объясняется тем, что самцы-лоси и во время брачного периода ведут себя значительно сдержаннее. Они не утруждают себя тем, чтобы согнать в гарем десяток самок и отгонять от них соперников, как это делают благородные олени или американские вопити. У лосей все происходит гораздо спокойнее. Самец на десять дней, или в лучшем случае, на две недели сходится с самкой, иногда сразу с двумя. Проведя положенное время вместе, они затем расстаются, и лось ищет себе новую подругу. С лосями вообще гораздо легче иметь дело, чем с другими оленями. Особенно легко с ними обращаться, если загнать в воду. Так, для мечения лосей биолог Симкин, работающий в Антарио, Канада, загонял их с помощью вертолета в озеро. Затем приводнялся сам рядом с животными и продевал им в ухо метку. Подобная метка позволяет распознавать их несколько лет спустя, определять их возраст, пути миграции и узнавать многое другое, касающееся их жизни и поведения. У большинства лосей в июле голова бывала сплошь покрыта слепнями, несмотря на то, что сильный ветер, производимый вертолетом, наверняка многих из них сдувал. В прибалтийских странах, в том числе в Швеции и России, уже с очень давних пор имеются сведения о случаях приручения лосей. Выращенные в доме лосята свободно разгуливали по комнатам и поднимались даже по лестницам на второй этаж. Правда, выяснилось, что они почему-то испытывают явную неприязнь к зеркалам и при случае стараются разбить их ударом передних копыт. У одного старшего лесничего в Прибалтике, Гарри Вальтера, жил ручной лось по кличке Чук, который с потрясающей виртуозностью вскакивал и выскакивал через окно в комнату и обратно, причем ничего не разбивая. Во время обеда он всегда присутствовал в столовой и вообще бегал за своим хозяином, как собачка, когда тот находился в лесу. Лошади и собаки вполне ладили с Чуком. Он позволял даже ездить на себе верхом, правда, только без седла. Седла он не терпел. К сожалению, во время своих прогулок по лесу лось научился способу, которым можно сразу раздобыть очень много грибов. К грибам он был весьма неравнодушен. Он нападал на грибников, в основном на женщин, прогонял их, а сам преспокойно опустошал их корзины. Поэтому его обычно держали в заперти, когда хозяин находился в отлучке. Но если ему удавалось вырваться, то он еще и полдня спустя после его отъезда мог бежать по следу лошади, увезшей хозяйскую повозку. Такое прекрасное у лосей чутье. Но прожить на белом свете ручному животному удалось лишь пять лет. Его отравили. Как видно, опустошением корзин грибников он нажил себе слишком много врагов. И вот возникает законный вопрос. Почему же такое доверчивое, легко приручаемое и сильное животное уже давным-давно не превратили в домашнее? Но нечто подобное пока что произошло только с одним видом оленей, и то можно сказать лишь наполовину, а именно с северным оленем. Северные народности издавна перегоняют свои оленья стада по тундре и заставляют их худо-бедно таскать за собой свои сани. Однако из-за непослушания и агрессивности оленей, запрячь их в сани удается только после того, как всех взрослых самцов кастрируют. Для производства потомства оставляют одних лишь молодых, еще не вошедших в полную силу оленей. А ведь лоси гораздо сильнее и выносливее северных оленей. Они могут, во всяком случае, на короткие расстояния бежать со скоростью 60 км в час. Притом им не требуется обязательно ягель. Они зимой могут довольствоваться побегами хвойных деревьев. И хотя сахатые в основном питаются ветками лиственных пород, тем не менее умеют в случае необходимости опуститься на колени и пастись на траве. Эти могучие лесные великаны, к тому же еще отличные прыгуны. Так, в Неандертальской долине, близ Вупертале, где их держали в загоне, они с места перемахнули через изгородь высотой в два с половиной метра, да еще через голову стоящего за ней лесничего. Только потому, что им показалось, что недавно помещенные в этот же загон бизоны подошли к ним чересчур близко. Поскольку лоси, как видно, боятся лишь волков, медведей и рысей, и никак не могут взять в толк, что именно человек их злейший и опаснейший враг, то их и удается так легко повсеместно истреблять. В Северной Америке лосей, к примеру, сто лет тому назад было еще около миллиона, а теперь поголовье их снизилось до 195 тысяч, и на таком уровне сейчас уже охраняется законом. За время Первой мировой войны лоси в Восточной Европе были почти начисто истреблены, поэтому Ленин подписал в 1922 году декрет, запрещающий лосиную охоту по всей европейской части России. Южнее Москвы была даже основана лосиная ферма, на которой вплоть до 1937 года приучали лосей к верховой езде в упряжке. Во время Последней мировой войны поголовье лосей сильно поредело. После войны поляки создали в восточной части своей страны лосиный резерват Червони-Багно, Красное болото, размером около 80 тысяч гектаров, где поголовье бородатых великанов достигло уже свыше 200 голов. Во второй резерват, находящийся всего в 26 километрах от Варшавы, в 1951 году завезли одного лося и двух лосих, теперь их уже примерно 80 голов. Там, где этих гигантов охраняют, они быстро размножаются. Так, к примеру, в Швеции надолго полностью запретили охоту на лосей, и за последние два десятилетия время от времени разрешали охотиться на них в течение нескольких дней. И что же дала подобная практика? Поголовье лосей в Швеции с 1929 года увеличилось в 10 раз. И хотя число это за последние годы составляет только 30 тысяч, тем не менее шведы жалуются, что лосей все равно еще слишком много. Сахаты опустошают леса, а сами год от года становятся все мельче. Около десяти лет назад биолог доктор Петер Кротт, живший в то время в Финляндии, пробовал приучить двух ручных выращенных в доме лосят к верховой езде в упряжке. По достижении почти взрослого возраста, они, к его немалому удивлению, позволили без малейшего сопротивления надеть на себя сбрую, хомут и уздечку, специально изготовленные для них по заказу Кротт. Ни одна молодая лошадка, какой бы ласковой и доверчивой она ни была, никогда не позволит сделать этого с первого раза, хотя бы уже потому, что лошади гораздо чувствительнее к щекотке. Резиновую узду, железная была бы для зимы слишком холодной, молодые лоси жевали с не меньшим энтузиазмом, чем американцы жевательную резинку. На пустые сани, которые они при этом тащили за собой, лоси просто не обращали никакого внимания. Пусси и Магнус, как звали этих симпатичных лосят, со сбруей и санями, разгуливали по окрестностям, как и куда им вздумается, так, как делали это во время пастьбы. Никаким дерганием за вожжи или окриками управлять ими не удавалось. Их рот был слишком жестким и нечувствительным кузде. Зато они охотно следовали за своим хозяином, если он шел впереди, что им, однако, не мешало через каждые двадцать минут останавливаться, обрывать зеленые ветки и спокойно их жевать. Кроме того, они, пройдя в упряжке, самое большое с полчаса, ложились передохнуть прямо посреди дороги и лежали по три четверти часа, утомившись от неестественного напряжения. И в то же время им ничего не стоило перемахнуть вместе с привязанными к ним санями через двухметровый ручей, да и метровые заборы не представляли для них преграды. Стоило же кротту нагрузить на сане какую-нибудь поклажу, даже если это были только ветки или сено, животные вскоре натирали себе кожу до крови, несмотря на то, что сбруя во многих местах была смягчена толстой подкладкой. Впрочем, и ручной лось старшего лесничего Вальтера, о котором я здесь уже упоминал, позволял своему хозяину ездить на себе верхом, не делая ни малейших попыток сбросить седока, как это делает любая молодая лошадка. Но в то же время он шел с человеком на спине только туда, куда сам хотел, останавливался где хотел и не позволял управлять собой ни при помощи вождей, ни нажимом ног. Не признавал он и никакого седла. Петер Крот возил своих питомцев в разные города Финляндии, чтобы продемонстрировать их там в качестве тягловых животных. Но демонстрации эти проходили не слишком-то удачно. Правда, Пусси и Магнус без всякого сопротивления поднимались вслед за своим хозяином по сходням в кузов грузовика, если он шел впереди с кочаном капусты в руках. Они разрешали себя там привязать за уздечку к борту, ложились и вели себя совершенно спокойно во время езды. Когда они поворачивали голову, то опасные рога проходили на расстоянии всего каких-нибудь миллиметров от глаз доктора Кротто, стоявшего между ними. Это показывает, с какой точностью они рассчитывают свои движения. Когда лоси в одном из городов ночевали в кузове грузовика с затянутым брезентом и услышали снаружи знакомый голос своего хозяина, с кем-то разговаривающего, они, не раздумывая, прыгнули, прорвав брезент с двухметровой высоты на мостовую. Собравшаяся вокруг толпа зевак сразу заметно поредела. Однако на зов своего хозяина они послушно подошли к нему, сунули свои носы ему под мышки и последовали за ним словно пара побитых собачонок. Во время демонстрации хождения в упряжке они нисколько не пугались ни скопления людей, ни многочисленных велосипедистов, ни машин, ни автобусов. Лишь возле вокзала их сильно напугал прогромыхавший мимо поезд. Когда же он прошел, они снова успокоились и вернулись на свое место. К несказанному удовольствию ребятишек, запряженные в повозку лоси, ложились прямо посреди улицы на мостовую, не обращая никакого внимания на толпящихся вокруг зрителей, и принимались в спокойствии душевном пережевывать свою жвачку. Даже частный спортивный самолет, низко круживший над местом их отдыха, никоим образом им не мешал. Поскольку все попытки превратить Пусси и Магнуса в порядочных тягловых животных так и не увенчались успехом, их пришлось в конце концов отдать. Одного в Гамбургский, а другого в Датский зоопарк. А вот в Печоро-Илочском заповеднике в Советском Союзе лосей сумели лучше приспособить к верховой езде и хождению в упряжке, чем это удалось доктору Кротту. Именно в тех местах Урала и Сибири в течение последних десятилетий неоднократно находили наскальные рисунки доисторического человека, изображающие пастухов, пасущих лосей или лосей, запряженных в волокушь. Следовательно, жители Сибири еще во времена Неолита приручали лоси, однако позже сахаты, по-видимому, были вытеснены лошадьми и северными оленями. Еще в 1938 году на Серпуховской опытной станции недалеко от Москвы жили 13 ручных лосей, которых ежедневно запрягали в сане. За час они перевозили от 1 до 1,5 кубических метров дров на расстоянии в 15 километров. Однажды они тащили сани даже целых 80 километров. Это был рекорд. Следующую станцию было решено основать на Урале, там, где лося могут найти в изобилии свой основной корм, а именно листву и ветки. Ведь лось только летом прибавляет к своему обычному рациону различные травы и грибы. А в некоторых гоистых местностях он довольствуется зимой в основном ветками елей. Может, он приспособится и к совершенно новой, непривычной для себя обстановке, например, летом, спасаясь от оводов, лось способен откочевать к самому берегу моря, а в степях Казахстана его порой можно встретить на полях подсолнечника. Лоси, содержащиеся на Печорской опытной станции, не боятся ни хищников, ни собак. Даже медведю один здоровенный рогач размозжил передним копытом череп, не использовав в схватке своих огромных лопатоподобных рогов. По всей вероятности, рога у лося играют роль своего рода турнирного оружия, пускаемого в ход только против соперников во время гона. Зато молодняк лося легко может стать добычей медведя. Так, однажды летом 1962 года два медведя средь бела дня проникли в загон лосиной фермы и на глазах у растерявшегося персонала задрали двух лосят. Если снежный покров очень глубок, то мишке нетрудно бывает справиться и с большим лосем. Его широкие мохнатые лапы меньше утопают в снегу, чем лосиные копыта, поэтому медведь настойчиво преследует беременных, менее поворотливых самок или, подкараулив лося, сидя где-то на дереве, прыгает ему оттуда на спину. В начале с 1946 по 1948 год для лосиной фермы отлавливали лосят в возрасте от одного до трех дней, которых без труда можно было выкормить коровьим молоком из рожка. Такие животные становятся предельно ручными и привязываются к кормящему их человек всей душой, бегая за ним повсюду. Желудок лосенка вмещает полтора литра молока, а в день лосенок выпивают до двух литров. Дикая лосиха дает в среднем примерно 150 литров молока в год. Регулярной дойкой время лактации можно продлить с четырех до шести месяцев. Самая лучшая лосиха майка по достижении шестилетнего возраста давала ежедневно почти по шесть литров молока, следовательно, около 400 литров в год. Уже двух-трехмесячных лосят взнуздывают и привязывают за поводок к столбу. Через пару недель они привыкают спокойно ходить на поводке. Важно, чтобы они прибегали не только на зов знакомого голоса, но и на звук рожка, потому что иначе они будут следовать только за одним единственным человеком. С помощью рожка их может вести за собой любой. По сигналу рожка все стадо следует за пастухом в загон фермы, где каждый получает по нескольку килограммов картофеля или свеклы, чтобы загон фермы навсегда оставался для прирученных лосей притягательным местом. За своим воспитателем молодой лось бежит точно так же, как он бежал бы за своей матерью в лесу. Правда, такая привычка поначалу всегда затрудняет обучение в упряжи. Лосенку надо, чтобы человек шел впереди, а не сидел где-то сзади. Поэтому начинают всегда с того, что впрягают лосей в сани в тот момент, когда рожок сзывает их с пастбище назад на ферму. Тогда они, как правило, и сами по себе бегут туда, не дожидаясь своего воспитателя. Когда лоси достигнут веса 130-150 килограммов, а это бывает иногда уже в шесть месяцев, их начинают приучать носить на спине поклажу и тянуть за собой повозки с грузом. Труднее всего добиться, чтобы животное согласилось уйти от стада точно так же, как это бывает с лошадьми. На вторую зиму сани загружают уже поклажей весом в полтора центнера, которые лось должен отвезти на расстояние 8-10 километров со скоростью 8 километров в час. К трем годам животные бывают уже полностью натренированными и способными возить солидную поклажу. Можно на них ездить и верхом. Взрослый лось способен нести на спине до 150 килограммов, что составляет примерно четверть, а то и треть их собственного веса. Шестилетний кастрированный лось по кличке Урал весил 480 килограммов, а лось Акви был способен тащить за собой поклажу общим весом в 1860 килограммов. В противоположность лошадям лоси не испытывают страха перед самолетами и подвозят сани непосредственно к самым люкам. Не боятся они, как правило, ни легковых автомобилей, ни грузовиков с включенными моторами. Так что может статься, что с Ахатой все же еще станет добрым помощником человека для работ в Северной Тайге. Ведь ему не требуется запаса кормов на зиму, как лошадям, и не нужно горючее для двигателя, как машинам. Ни глубокий снег, ни болото, ни поваленные деревья для него не преграда. Даже в сибирские зимние холода ему не требуется утепленной конюшни. Он преспокойно ложится отдыхать прямо на снегу, и в случае обильного снегопада просыпается утром в сугробе, из которого выглядывает одна только голова с рогами. Будем надеяться, что хотя бы в Сибири лось станет в скором времени домашним животным, на котором можно будет ездить верхом и перевозить грузы. Глава шестнадцатая. Овцы быкам мороз не страшен. А ведь они жили когда-то в Европе. Автомобили и самолеты спасли овцы быков. Зоопаркам они не нужны. Путешествие длиной в двадцать три тысячи километров. Сколько овцы быков на земном шаре? У кого есть шкура овцы быка, тот и на северном полюсе не замерзнет. Так во всяком случае говорит Алвен Педерсен, а ему можно верить, потому что он, как я уже говорил, не одну зиму провел в Арктике. Однажды он только что снятую с туши овцы быка шкуру вывесил на балке для просушки. Температура воздуха была минус двадцать семь градусов Цельсия. Солнце едва виднелось над горизонтом. Педерсен засунул в густую шерсть градусник и уже через десять минут он показал плюс два градуса Цельсия. Видимо, поэтому овцы-быки зимой никогда не мерзнут. Скорее, летом им тяжко из-за жары. Мошкара и гнус, которые способны превратить арктическую весну и лето в настоящий ад, и которые так досаждают северным оленям и лосям, заставляя их бежать без оглядки, овцы-быкам нипочем. У них они могут добраться разве что до одних глаз. И в самом деле у овцы-быков по-видимому наиболее длинная шерсть среди всех диких животных. На спине она достигает 16 сантиметров, а на шее, груди и задней части тела целых 90 сантиметров. Когда весной у овцы-быков происходит линька, эта шерсть длинными клочьями висит на острых уступах скал и зарослях кустарник, а то и просто кучами валяется на земле. Вот такими траченными молью овцы-быки выглядят обычно в зоопарках. Поэтому я их даже не узнал. Кто думаю такие, когда впервые в жизни увидел в Канаде в естественных условиях? Передо мной стояли темно-бурые, почти черные, роскошные, лоснящиеся животные, показавшиеся мне гораздо крупнее, чем у нас дома в зоопарке. Ведь самец овцы-бык достигает в холке всего 1,3 метра, а из-за пышного меха выглядит значительно больше, а главное гораздо толще, хотя весит на самом деле от 220 до 400 килограммов. Так почему бы задают себе многие вопрос не одомашнить этот низкорослый арктический дикий скот, напоминающий некое переходное звено крупным овцам? Почему бы не начать прясть их прекрасную шерсть? Но дело в том, что раздобыть эту прекрасную шерсть не так-то просто. Если ее состричь, то животное вскоре неминуемо погибнет от воспаления легких. А кроме того, мягкие теплые шерстинки перемежаются с длинной жесткой остью, которую совсем нелегко бывает удалить. Между прочим, в ледниковый период овцы-быки жили даже в Северной Европе и на севере Соединенных Штатов. Но вместе с ледником они отходили все дальше на север, пока не ушли настолько далеко, что открыть их удалось только в 1869 году. Впервые их увидели члены второй немецкой полярной экспедиции. Обнаружили они их во время зимовки на острове Саббине-Ойе близ берегов Гренландии. Благодаря этому открытию для бедных овцебыков наступили тяжелые времена, чуть было не приведшие к их полному исчезновению с лица земли. Когда мы читаем захватывающие сообщения полярных экспедиций в эти края, то не представляем себе, какую кровавую бойню учиняли они в стадах овцебыков. К своему несчастью, овцебыки среди всех арктических животных наиболее беззащитные и убить их легче легкого. Не только сами исследователи и их провожатые питались этим мясом, но и множество ездовых собак, которым приходилось тащить на санях тяжелое снаряжение и провиант европейцев. А спасло овцебыков, как ни странно, изобретение автомобилей и главным образом самолетов. Современные полярные экспедиции теперь не мыкаются больше с ездовыми собаками и санями. Все необходимое для жизни им привозят непосредственно в лагерь. И хотя овцебыка называют еще и мускусным быком. Тем не менее не отвратительный мускусный запах помешал этим животным быть съеденными. Правда самцы в период гона действительно дурно пахнут. А что касается знаменитого мускуса, входящего в качестве обязательного компонента в состав самых дорогих духов, то к овцебыку он не имеет никакого отношения. Его добывают из кобарги, маленького оленя, ростом собаку, обитающего в горах Восточной Сибири. А вот каким образом мускусные быки приобрели свое вводящее в заблуждение название, теперь уже выяснить совершенно невозможно. Овцебыки весьма смелые и бесстрашные животные, которые по всей вероятности не убегают ни от волков, ни даже от медведей. при приближении противника они быстро собираются в кучу, образуя настоящую маленькую неприступную крепость. Взрослые животные стоят тесным кругом головами наружу, а телята теснятся посередке, и грозная крепость готова не только к обороне, но и к наступлению. Если какая-нибудь собака или волк действительно отважутся приблизиться, то молниеносным ударом острых рогов будут подброшены в воздух и растоптаны твердыми копытами. Случается, что кто-нибудь из самцов, рассверепев, неожиданно вырвется из общей группы и кинется в одиночку на врага. Длинное и пышное руно надежно защищает его от укусов. Но совершив дерзкую вылазку, такой храбрец сразу же скачет голопом обратно и задом вдвигается в общую линию обороны. Именно поэтому с помощью собак, облаивающих стада со всех сторон, легко заставить убегающих овцебыков остановиться и можно преспокойно подойти к ним на расстоянии выстрела не подвергая себя самого ни малейшей опасности. На человека с его дальнобойным оружием способ обороны овцебыков не был рассчитан. Но чтобы добраться до добычи, необходимо перебить все стадо, иначе оставшиеся в живых никого к себе не подпустят. Тем не менее, подобному охотнику надо целиться спокойно и знать, куда стрелять, потому что у овцебыка есть неуязвимые места. Так, из сообщений полярника Виталиса Пантенбурга, можно узнать, что он стрелял в овцебыка из ружья калибра 9,3 мм с расстояния всего в каких-нибудь 30 метров и, целясь ему прямо в лоб, не сумел причинить животному ни малейшего вреда. Дело в том, что у овцебыка оба рога соединены над глазами общей пластиной. Такая лобная пластина, твердая, как сталь, и притом эластичная, толщиной в 10 см, оказалась непробиваемой даже для современного оружия подобного типа. Также и при отлове телят приходится отстреливать все остальное стадо. Впрочем, в начале нашего века это нисколько не смущало охотников на тюленей и китобоев, если только они за дополнительный палубный груз в виде нескольких телят овцебыка могли выручить на обратном пути добавочно несколько сот марок. Таким образом получалось, что зоопарки, скупавшие этих телят, сами того не подозревая, способствовали истреблению овцебыков в Гренландии. С 1900 по 1925 год в зоопарки мира попало по меньшей мере 250 телят овцебыков. И нетрудно сосчитать, что из-за каждого такого теленка погибло от 5 до 6 взрослых особей. Один только Нью-Йоркский зоопарк с 1902 по 1939 год приобрел 26 таких телят. А в неволе овцебыки в основном жили недолго. Они ведь родом из Арктики, где в воздухе содержится очень мало бактерий, поэтому у них очень слабая сопротивляемость против различных возбудителей болезней, свирепствующих среди нашего рогатого скота и овец, уже не говоря о резкой смене климата. Но если им удавалось благополучно перенести акклиматизацию и приспособиться к новым кормам, то они и в зоопарке жили более долгие сроки. Так, в бостонском зоопарке парочка таких акклиматизировавшихся овцебыков, приобретенная в 1925 году, прожила довольно долго самец 11,5 лет, а самочка больше 15. Когда директорам зоопарков стало ясно, каким путем овцебыки попадают к ним в руки и каким способом их отлавливают, они сообща приняли решение их больше не покупать. И надо сказать, что последние десятки лет все твердо придерживались этого решения, так что побочный доход тюленьего промысла иссяк. Необычайная морозоустойчивость овцебыков, прекрасное качество их мяса и шерсти разумеется, не раз приводили к мысли расселять и отклиматизировать их в других местностях. Но все овцебыки, перевезенные в Исландию, вскоре погибли. Первые шесть телят, выпущенные на волю в Швеции, в скором времени заболели воспалением легких и тоже умерли. В Южной Норвегии в горах Довра, начиная с 1932 года, выпустили в общей сложности 38 телят. Пять из них вскоре погибли из-за лавин, да и из остальных мало кому удалось выжить. Молодые самцы покинули телочек и исчезли в неизвестном направлении. Некоторое время спустя они появились в Сундалине, где затесались в стадо домашних коров, насмерть перепугав доярок. Но это только поначалу. Вскоре выяснилось, что коровы, люди и овцы-быки быстро привыкают друг к другу и прекрасно ладят между собой. Постепенно овцы-быки настолько освоились, что стали на ночь заходить вместе с коровами в коровники. На выпасе они неизменно проявляли себя вполне миролюбиво, домашние быки бывают часто значительно опаснее. Ни разу не было случая, чтобы живущий на воле овцы-бык напал на человек. В горах Довре эти животные облюбовали себе маленькую, романтичную, полностью изолированную горную долину Столс-Даллен, где держится и по сегодняшний день. Но речь идет всего лишь о крохотном стаде. По-видимому, при попытках расселения часто допускали одну и ту же ошибку. Молодняк слишком рано предоставляли самому себе, а кроме того, нельзя этих животных завозить слишком далеко к югу. А вот авторитетный американский зоолог Хорн-Дей, тот действовал значительно осторожнее и обдуманнее. Он задался целью заселить овцы-быками Аляску, чтобы обеспечить голодающим эскимосам новый источник пропитания. Американский конгресс выделил на это 40 тысяч долларов. Итак, в 1930 году в Гренландии было отловлено общей численностью 34 овцы-быка, 15 самцов и 19 телочек, которых на пароходе переправили через Осло в Нью-Йорк. Затем после четырехнедельного карантина на поезде до Сиэтла и дальше снова на пароходе до Северда на Аляске, а оттуда снова поездом во внутренние районы Аляски до Фербенкса. И представьте себе, животные перенесли это удивительное путешествие как-никак 23 тысячи километров на удивление хорошо. Все-таки есть разница, когда их отлавливают и опекают дорогой специалисты Анники тобой. Кроме того, их на Аляске не бросили сразу на произвол судьбы, а продержали некоторое время в загонах. Из выпущенных затем на волю овцебыков шестерых через год задрали медведи, а трех других недосчитались по неизвестным причинам. Но зато все остальные прижились как нельзя лучше. Однако тем временем на Аляску уже завезли северных оленей, которые значительно лучше подходили на роль полудомашних животных для эскимосов. Поэтому решено было снова отловить всех овцебыков, поголовье которых значительно возросло, и переселить их на остров Нунивак, расположенный недалеко от побережья Аляски в Беринговом море. В 1943 году их там было уже свыше ста, а недавно учет, произведенный с помощью самолет, показал, что их число за последнее время значительно возросло, следовательно, можно считать, что эксперимент с акклиматизацией благополучно удался. Подобным же образом происходило дело на Шпицбергене. Из семнадцати завезенных туда овцебыков, один упал со скалы и разбился насмерть, но зато остальные прекрасно прижились, держась в районе залива Адвент. К 1942 году их стало уже семьдесят голов. Вообще-то говоря, овцебыки размножаются довольно медленно. В стаде из двадцати взрослых животных чаще всего можно найти не больше трех-четырех телят. На свет они появляются в апреле, когда наступают сильные холода, а ночи еще длиннее, чем дни. Часто они замерзают, прежде чем успеют обсохнуть после родов. Во время последней мировой войны большинство овцебыков на Шпицбергене было отстрелено, но к 1960 году их число там снова возросло до ста пятидесяти голов. Канадское правительство сравнительно недавно разрешило вывести в Советский Союз целое стадо овцебыков. Их перевезли на остров Врангеле недалеко от сибирского побережья в Северном Ледовитом океане. Акклиматизированные на острове Врангеле овцебыки дали приплод и образовали вполне сложившуюся популяцию. Кроме острова Врангеле овцебыки были завезены на полуостров Таймыр, где первые годы тридцать голов содержались в Большом Загоне, а затем были выпущены и также уже дали приплод. Алвин Педерсон считает, что овцебыков сейчас на свете не больше десяти тысяч. Канадцы по отношению к ним ведут себя весьма благожелательно. У них эти храбрые черно-бурые звери строго охраняются. Даже тот, кто держит у себя шкур овцебыка, рискует подвергнуться строгому наказанию. Канадцы считают, что в самой Канаде и на островах в Северном Ледовитом океане обитают в общей сложности 13 тысяч овцебыков, а на северном и восточном побережье Гренландии еще 11 тысяч. Но как обернулась их дальнейшая судьба за последние годы, этого пока никто не знает. Как здесь уже упоминалось, служащие метеорологических станций и военных опорных пунктов в Арктике, от скуки всегда не прочь пострелять, что никак не идет на пользу овцебыка. Но тем не менее, будем надеяться, что перспектива выжить у этих северных животных с их мужественными и стойкими сердцами все же несколько увеличилась. Глава 17 Черепаха не игрушка Что останется с 30 тысячами игрушечных черепах? В Англию за один год ввезено 88 тонн живых черепах. Они медленно умирают в наших квартирах. Черепахи в роли альпинистов и акробатов. Набеги на Бахчи Когда они влюблены. Долгожитель 129 лет. Осенью 1963 года Нижняя Палата Британского парламента обсуждала «Как бы вы думали, что?» допустимую величину панциря у молодых сухопутных черепах. Намеревались даже издать закон, согласно которому запрещался ввоз в страну греческих и мавританских черепах, если их панцирь не достигает 9 сантиметров в поперечнике. А весь переполох был вызван тем, что в 1959 году, как выяснилось, в Англию было ввезено 88 тонн этих несчастных, обреченных на неминуемую гибель животных. в 1960 году прибыл еще 60 тонн в основном из Марокко. В пересчете на штуки это 250 тысяч особей ежегодно. И хотя в 1961 году Марокко наполовину уменьшило экспорт своих черепах, зато подоспела партия из Туниса и балканских стран. Кстати, мы, немцы, тоже увозили именно оттуда подобное же количество черепах. Правда, до издания закона в Нижней Палате дело не дошло, потому что британские импортеры добровольно обязались не принимать больше черепах размером ниже установленной нормы. Надо сказать, что депутаты только из чистой любви к животным. Решили заняться таким, прямо скажем, необычным вопросом. Дело в том, что черепахи от природы очень живучи и выносливы, как мы сейчас увидим из дальнейшего повествования. В наших североевропейских странах они поступают исключительно только в зоомагазины или в магазины детских игрушек, потому что для еды они непригодны. Знаменитый суп из черепахи изготовляется из совершенно других больших морских черепах. И если ежегодно каждый раз заново ввозится такое огромное количество сотни тысяч игрушечных черепах, то это показывает, что столько же их и погибает ежегодно. Просто это не так бросается в глаза, потому что черепахи умирают очень медленно, постепенно. подобно заводным игрушкам, которых позабыли завести, они неподвижно лежат где-нибудь на холодном балконе или в углу на каменных плитах кухонного пола, пока их однажды не найдут мертвыми и не выбросят в помойное ведро. Или черепахи надоедают своему владельцу, и он старается сбыть их ближайшему зоопарку, которому тоже не нужно избыточное количество греческих черепах. Вот нас, например, во франкфуртском зоопарке не перестают запрашивать о том, как следует обращаться с черепахами, и мы давно уже изготовили и размножили перечень необходимых рекомендаций. Надо сказать, что именно у самых маленьких черепах в нашем прохладном климате наименьшая перспектива выжить. При этом они милые, занятные, совсем не такие уж неинтеллигентные существа, как многие думают, и могут доставить немало радости своему владельцу. Надо лишь соблюдать совсем немного условий, чтобы они оставались здоровыми и веселыми. В первую очередь им необходимо тепло, лучше всего около 25 градусов по Цельсию. Поскольку они холоднокровные животные, тело которых принимает температуру окружающей среды, почти не производя собственного тепла, то нет никакого смысла заворачивать их, точно так же, как и змей, в теплые одеяла. это ровно ничего не даст. Кроме того, нельзя забывать, что в наших комнатах у пола всегда несколько холоднее, чем там, где находится наша голова или руки. Но стоит черепахе найти обогреваемое солнцем местечко, электрический камин или еще какой-нибудь источник тепла, как она тут же заметно оживляется и становится весьма активной. Нельзя только запирать черепах на солнцепеке или класть на батарею. У них должна всегда оставаться возможность перебраться по своему желанию в тень. Когда в доме достаточно тепло, черепахи вскоре начинают совершать длительные прогулки по всем комнатам. При этом они уже вскоре, через пару дней, стараются придерживаться одних и тех же постоянных путей, словно проторенных тропинок, так как привыкли делать это на воле. Правда, кое в чем они иногда проявляют удивительную тупость. Так, если на их проторенной дорожке вдруг оказывается ножка стула, они ни за что на свете ее не обойдут, а будут судорожно напрягаясь изо всех сил стараться своим панцирем сдвинуть стул в сторону, что им часто и удается. Если же стул слишком тяжел, тот тщетно проковырявшись какое-то время и окончательно выбившись из сил, черепаха тут же на месте и заснет. Очень скоро она уже освоится в вашем доме. Если на дворе хорошая погода, а дверь ведущая с террасы в сад заперта, черепаха будет нетерпеливо бегать возле нее взад вперед. Если кормушка оказывается пустой, она подползет к наиболее близк стоящему от нее человеку, остановится возле его стула и, подняв голову, уставится ему в лицо немигающим взглядом. У исследователя Шмидта, проводившего опыты с черепахами, они охотно совершали восхождение в горы, сложенные из скатанных ковров, и чем отвеснее был склон, тем, казалось, им интереснее было его преодолевать. Одна из его черепах сумела даже прогнать от кормушки трех ежей. Она до тех пор кусала их за носы, пока колючие шары, вконец перепуганные, не сгрудились с противоположной стороны кормушки, боясь подойти. Более того, стоило черепахе заслышать где-либо в комнате или в саду. характерное чавканье, издаваемое ежами во время еды. Она сейчас же бежала туда, чтобы проверить, что они такое нашли, и принять участие в их трапезе. Другая черепаха даже научилась открывать притворенные двери. Она поднималась на задние лапы возле щели и до тех пор напирала корпусом на дверь, пока та не поддавалась. У зоолога профессора Келлера во время его работ в Анатолии стоял в палатке ящик с отловленными черепахами. Ночью он проснулся от непрерывной возни и грохота раздававшихся из ящика. Каково же было его удивление, когда он, включив фонарик, внезапно осветил ящик. Четыре черепахи стояли в углу друг у друга на плечах, и верхняя как раз намеревалась перевалиться через край ящика. Греческие сухопутные черепахи чистые вегетарианцы, в отличие от наших отечественных болотных черепах и некоторых других видов. Они вполне довольствуются салатом, листьями капусты и одуванчиков, земляникой, вишнями, сливами, да и вообще любыми другими фруктами. Охотно они берут и белый хлеб, смоченный в воде или молоке. Если ручная домашняя черепаха отказывается от еды, то это обычно объясняется только одним. Ей слишком холодно. Часто достаточно устроить черепахе теплую ванночку в какой-нибудь мелкой посудине, откуда ей удобно высовывать голову наружу. И, о чудо, она словно бы преобразится на глазах. По крайней мере, раз в неделю надо предоставлять черепахе возможность искупаться. Мавританские сухопутные черепахи, привезенные большей частью из Северной Африки, еще больше нуждаются в тепле, чем греческие с Балкан. Эти мавританцы обычно ярче окрашены. Часто они оливково-зеленого цвета. Их легко можно отличить по отсутствию рогового щитка на конце хвоста и по строению спинного панциря, заканчивающегося на заднем конце одинарной пластиной, в то время как у греческих она двойная. Кроме того, у мавританских черепах с двух сторон основания хвоста расположены две большие роговые бородавки. В разгар летней жары черепахи начинают влюбляться. Можно только удивляться, с какой прытью эти обычно такие медлительные животные начинают тогда бегать. Самцы стремительно кружатся вокруг самок, преследуют, догоняют их, распрямив ноги и приподняв панцирь над землей, а не волоча его, как обычно. Если самка неподатлива, то кавалер, втянув голову в панцирь, изо всей силы будет ударять им сзади, а ее панцирь, и повторять это до тех пор, пока предмет его вожделения не одумается. Грохот от ударов панциря о панцирь можно расслышать даже на расстоянии. В конце концов, самцу приходится наполовину взобраться на самку, что при такой несгибаемой амуниции бывает достаточно трудно сделать. Поэтому у самцов брюшная сторона панциря имеет вогнутую поверхность, что, кстати, позволяет отличить самца от самки. Во время свадьбы самцы издают звуки, напоминающие тихое кошачье мяуканье. Живя в доме, греческие черепахи вскоре становятся столь ручными, что перестают втягивать голову и лапы под панцирь, когда их берут в руки. Большинство из них принимает и корм из рук. Они, безусловно, способны кое-чему обучиться и накапливать житейский опыт. Так, одна черепаха, которая уже пару раз свалилась со стола на пол, научилась ползать по нему осторожно, минуя края. Однако, желая выйти в сад, они будут упорно сползать по лестнице даже тогда, когда каждая ступенька заставляет их перекувырнуться через голову. А вот цвета черепахи, между прочим, различают не хуже нас с вами. На Балканах черепах предпочитают отлавливать в сезон созревания дынь. Иначе их приходится по одной штуке собирать в горах. А тут они прямо целыми полчищами сами заявляются на бахчи. Если их в это время не отлавливать, то они при подобных массовых нашествиях способны за несколько часов обглодать все дыни. Одному ловцу черепах удалось как-то за один единственный день отловить 7200 греческих черепах, упаковать их в 65 ящиков и отправить. В прежние времена в Албании часто развлекались тем, что устраивали черепашьи бега. Как-то раз на таких бегах все участники поставили на одного известного фаворита спринтера, а тот не пришел первым. Закончилось все большой дракой, после которой на поле боя осталось лежать пятеро раненых и трое убитых. Не черепах, конечно, а людей. Когда зимы у нас бывают не слишком суровыми, то удравшим на волю черепахам порой удается выжить. Так Шмидт, о котором здесь уже упоминалось, получил своих черепах от лесничего, живущего возле реки Ампер, притока Изара. Там они уже в течение многих лет жили на воле. Лесничий утверждал, что еще десять лет назад встречал черепаший молодняк, вне всякого сомнения, вылупившийся из яиц, отложенных в природных условиях и перенесших суровую зиму в предгорьях Альп. Однако, если наступит какая-то уж очень морозная зима, с такой северной колонией черепах будет покончено. Да и с комнатными черепахами больше всего хлопот бывает осенью и зимой. Если в доме достаточно тепло, в особенности у пола, то черепахам совсем не обязательно впадать в спячку. Но лучше всего они будут себя чувствовать, если их осенью посадить в деревянный ящик в 20-ти сантиметровый слой листвы и мха, но ни в коем случае не с высохшим торфом или древесными опилками. Они будут способствовать обезвоживанию организма животного и оно высохнет. Затем ящик следует поставить в темное прохладное помещение с температурой не выше 5-7 градусов и не ниже 3 градусов. В случае необходимости ящик время от времени можно слегка смачивать. Накрывать животных мхом не надо, они сами в него зароются. Когда весной температура воздуха достигнет 12-15 градусов, ящик следует вынести в сад. поначалу черепах окунают в ванну с водой комнатной температуры. Купаясь они одновременно жадно пьют. Особи, перезимовавшие в спячке, весной бывают обычно значительно бодрее и активнее, чем те, которые провели зиму с нами в комнате. Какого возраста способны достигнуть греческие черепахи на воле, пока еще не выяснено. Но зато известно, что, живя в доме, такая черепаха может стать свидетелем того, как в семье вырастут дети и как затем у них появятся собственные дети и даже внуки. Так, фрау Ева Трост из Вуперталя сообщает, что, будучи ребенком, получила в 1930 году в подарок черепаху. Весила эта малютка тогда 300 граммов, а к 1946 году она уже достигла веса килограмм 250 граммов. Другой читатель журнала «Даст Тир», доктор Герк, пишет, что получил свою черепаху еще в 1911 году, когда она была размером с пятак. Панцирь у нее был еще мягок и податлив. Полстолетия прожило животное в их семье. В 1958 году черепаха в последний раз отложила яйца, но рост ее на этом не прекратился. В ноябре 1960 года она весила 2 килограмма 390 граммов, а год спустя 2 килограмма 435 граммов. К сожалению, в 1961 году черепаха скончалась от простуды. Но все это ничто по сравнению с документально установленным возрастом свободно живущей коробчатой черепахи, особым видом сухопутных черепах, обитающих в районе Нью-Йорка. Один фермер нашел ее в 1953 году на своем поле в Рот-Айленде и привез в Нью-Йоркский зоопарк. Руководителя отдела рептилий привлекла в этом в общем-то отнюдь нередком животном одна необычная и весьма интересная деталь. На брюшной стороне панциря были выгравированы две надписи EBK 1844 и J. The B Jew 22 1860 С помощью местных газет и радио он стал наводить справки об EBK некогда увековечившего себя на панцире черепахи и спустя некоторое время действительно удалось обнаружить его могилу на кладбище деревни Вайоминг звали его Эдвард Б Кэньон и на его сохранившемся до наших дней надгробном камне были высечены те же начальные буквы EBK что и на черепахе Когда он расписывался на панцире ему было 19 лет Вряд ли он мог ожидать что животное настолько его переживет ведь в 1953 году черепахе стукнуло уже 129 лет С размножением черепах в неволе дело обычно не клеится Правда самочка греческих сухопутных черепах по весне нередко откладывает яйца Но делают они это и тогда когда содержатся в одиночку Для яйц кладки они точно так же как и куры вовсе не нуждаются в оплодотворении Но разумеется из таких неоплодотворенных яиц никакого потомства не выводится Яйца черепах белые Перед их откладкой черепаха выкапывает с помощью хвоста и задних лап ямку в земле и отложив туда яйца снова засыпает ее землей и до тех пор ползает поверх нее взад вперед пока поверхность не сравняется Оплодотворенные яйца черепах содержащихся в неволе можно зарыть в цветочном горшке с землей и песком сверху положить слой мха который время от времени смачивают Один любитель черепах недавно именно так и поступил поставив цветочный горшок на батарею центрального отопления так что температура земли в нем достигла 22-25 градусов Цельсия после того как горшок простоял там с октября по январь вылупилась одна живая черепашка служительница Дрезденского зоопарка рассказывала мне недавно что она положила такие яйца в один из ящиков шкафа стоящего в подсобном помещении павильона рептилий и забыла о них в подсобном помещении как и во всем павильоне было всегда натоплено и влажно и можно представить себе ее удивление когда в ящике вскоре заползали маленькие черепашки однако такие случаи редкая удача обычно ничего подобного ни у кого не получается и вот о чем я хочу вас попросить дорогие мои читатели не покупайте пожалуйста черепах в качестве игрушек для ваших детей но коль скоро вы их уже купили и принесли домой то постарайтесь хотя бы создать для этих маленьких существ не сделавших вам ровно ничего дурного нормальную черепашью жизнь ведь для этого так мало нужно и это совсем не трудно глян глава 18 велороги ветераны американского континента световая и химическая сигнализация у велорогов почему они не хотят жить в зоопарках самые быстроногие американцы койоты им не страшны убил плати их спасение национальные парки спасибо Сэттону Томпсону зачем болтать в воздухе ногами у велорогов самые обоснованные права гражданства никто не знает от чего американские велороги так редко размножаются в зоопарках более того в большинстве случаев способны прожить в них не больше года и хотя на западе американского континента они в естественных условиях обитают очень давно тем не менее не выдерживают жизни в неволе даже в восточных штатах той же Америки уж не говоря об Европе а поскольку никому не охота держать у себя животных не выдерживающих условий неволи то и велорогов в Европе можно увидеть чрезвычайно редко правда время от времени кто-нибудь из зоопарковских директоров делает очередную попытку с помощью новых кормов или других условий содержания продлить велорогам жизнь так мне посчастливилось впервые увидеть велорогов в одном из четырех зоопарков Парижа а уже несколько позже я имел возможность наблюдать и фотографировать их в Канаде притом надо сказать что велороги отнюдь не какие-нибудь особенно редкие животные наоборот к 1800 году в американских прериях их водилось видимо-невидимо более 40 миллионов голов стада их были столь же многочисленны как и знаменитые стада бизонов которых перебили по только что построенной тогда железной дороги зимой 1868 69 года целыми вагонами доставляли в город убитых велорогов в тех местах их тогда насчитывалось не менее трех четырех миллионов голов за 25 центов можно было купить 3-4 антилопы и только сегодня стало ясно что полчища бизонов и велорогов наиболее полно использующие прерии могли бы стать замечательным источником столь необходимого белкового питания для людей разумеется истребив диких животных и заселив пастбище домашним скотом тоже можно обеспечить человека мясом но отнюдь не в адекватной массе на каждый гектар и что не менее важно дикие стада не вытаптывали не разрушали земли в то время как на сегодняшний день в Соединенных Штатах после всего лишь столетнего использования под сельское хозяйство огромные территории превращены уже в пылевые пустыни между прочим сейчас мы европейцы как раз тем же самым занимаемся и в Восточной и в Центральной Африке в рамках помощи развивающимся странам повторяем те же самые если не еще большие ошибки потому что африканская почва под палящими лучами тропического солнца еще гораздо быстрее превращается в пустыню когда говоришь об антилопах то невольно вспоминаешь только об Африке или Индии но велорог чисто американская антилопа это единственная в мире копытная ежегодно сбрасывающие не рога а только их чехлы роговое покрытие костных рогов а сами рога остаются на голове пожизненно у косуль и олени как известно их костяные рога сменяются каждый год а весной снова отрастают рога у них не покрыты чехлами как это наблюдается у кос овец и антилоп а вот у велорогов костяные рога ежегодно освобождаются из чехлов которые падают на землю где их затем подбирают мыши земляные белочки и зайцы но до их сброса под старыми чехлами образуется новый костный рог поначалу еще покрытый защитным слоем бархатистой шерсти у основания даже волосяным покровом пока новые рога как следует окрепнут пройдет целых 4 месяца а знаете ли вы о том что велороги задолго до нас изобрели световую сигнализацию то что мы теперь именуем гелиографом стоит лишь кому-то из велорогов заметить опасность волка койота или еще что-нибудь необычное в поле зрения как они сейчас же распускают свои хризантемы то есть распушают длинную белую шерсть на задней части тела так что она распадается на две стороны рассеивая свет своей ослепительной белизной издали это напоминает две огромные белоснежные хризантемы другие антилопы замечают такой сигнал за многие километры и тотчас же передают его дальше с быстротой молнии сигнал тревоги настораживает все стадо одновременно две железы расположенные у основания хризантем начинают выделять резко пахнущее вещество запах которого даже мы с вами с нашими убогими обонятельными возможностями способны уловить на расстоянии ста метров велороги самые быстроногие млекопитающие американского континента они способны пробежать полтора километра не снижая скорость делая 80 километров в час следовательно ни один волк ни койот ни даже борзая догнать их не в состояние и тем не менее велорогов удавалось уничтожать миллионами без особого труда каким же образом спросите вы а очень просто поначалу их губило собственное неуемное любопытство старые поселенцы рассказывают что достаточно бывало лечь на спину и болтать в воздухе ногами или привязав на палку красную тряпку размахивать ею в воздухе чтобы приманить на расстоянии выстрела убежавших поначалу животных правда на сегодняшний день они нас людей изучили уже достаточно хорошо и подобных промахов не совершают однако раньше нередко случалось что велороги сопровождали в каких-нибудь ста метрах повозку запряженную валами или фургон с лошадьми ночью они ничтоже сумняшися пробегали между палатками какого-нибудь лагеря велороги среди всех диких животных нашли пожалуй наилучший способ преодоления изгородей из колючей проволоки они не стараются перепрыгнуть через них а просто проскакивают сквозь них они ухитряются на полном скаку не снижая скорости проскочить между двух горизонтально натянутых колючих проволок даже тогда когда расстояние между ними не превышает тридцати пяти сантиметров а ведь велороги ростом никак не меньше козы иной раз велорог может развлекаться тем что будет долго галлопировать рядом с идущей по дороге машиной затем поддав газу перегонит ее пересечет перед самым носом дорогу и как бы удовлетворенный тем что доказал свое превосходство сбавит скорость и отстанет ровно сто лет прошло с тех пор как мы люди снизили поголовье этих удивительных и красивых американских антилоп с сорока миллионов до девятнадцати тысяч похоже уже было на то что они вот-вот окончательно исчезнут из американских прерий а следовательно и вообще с лица земли однако в начале нашего века американцы одумались им стало ясно какое позорное пятно наложило на историю их страны садистская бойня учиненная ими среди огромных стад бизонов пробуждение их сознания особенно способствовала статья и книги знаменитого натуралиста и писателя Эрнста Сэттена Томпсона вскоре все сошлись на том что отечественную фауну которой грозит гибель необходимо охранять для чего и были основаны национальные парки таким образом число этих антилоп с их громадными хризантемами начало постепенно возрастать к 1924 году их стало уже 40 тысяч а сейчас по прериям кочуют более 400 тысяч велорогов чтобы фермеры не отстреливали каждого забредшего на их землю велорога в качестве вредителя им им в некоторых штатах даже выплачивают премии в Вайоминге например каждый охотник должен заплатить владельцу земельного участка на котором он застрелил велорога 5 долларов а в Техасе даже от 30 до 100 долларов а других врагов помимо человек быстроногим антилопам страшиться в общем-то не приходится самцы велороги во время гона вполне довольствуются маленьким гаремом из 3-4 самок редко какой-нибудь особенный удалец отвоевывает себе 8 самок самки большей частью приносят на свет двойняшек как и наши косули они оставляют их днем лежать одних затаившись и лишь ненадолго чаще всего ночью подходят к ним чтобы напоить молоко но лежат детеныши врозь в 80-100 метрах один от другого кроме того они практически лишены какого-нибудь заметного запаха так что если хищник и наткнется на одного из них то второй как правило остается незамеченным к тому же мамаша велорог храбро бросается на защиту своих детей она метко бьет острыми передними копытами врага будь то койот лиса или даже орел и заставляет их отступить среди всех нынешних обитателей Америки у велорогов наиболее весомое право гражданства они гораздо больше американцы чем большинство других животных среди них у велорогов нет даже настоящей родни да и от антилоп других континентов они отличаются довольно существенно в противоположность большинству копытных у велорогов всего два пальца на каждой ноге и нет висячего копытца то есть рудиментарного коротенького остатка бывшего пальца висящего несколько выше на ноге как это наблюдается у буйволов оленей и многих других парнокопытных предков и родичей велорога можно найти только в одной лишь Америке где они обитали уже один два миллиона лет назад но в то время как их тогдашние современники крупные жирафовые верблюды и безрогие олени давно вымерли велороги утвердились и дожили до наших дней так что они уже миллионы лет настоящие американцы в то время как другие крупные парнокопытные бизоны олени лоси вопити и прочее гораздо позже мигрировали на континент не говоря уже о таких значительно более поздних эмигрантах как лошади а уж об индейцах и тем более о белых американцах и говорить нечего глава девятнадцатая много ли ума надо апоссуму искаженный портрет апоссума у кошки и то мозгов в пять раз больше можно ли убить вонью что значит играть в апоссума национальное кушание американцев 24 детеныша на одной чайной ложке они жили рядом с динозаврами в моем школьном учебнике по естествознанию была забавная картинка которая запомнилась мне на всю жизнь на ней была изображена мамаша апоссум несущая на спине своих детенышей длинный хвост ее был загнут кверху и вперед нависая горизонтально над спиной а маленькие апоссумята зацепились за него своими тоненькими хвостиками чтобы ненароком не свалиться и вот только совсем недавно я узнал что эта картинка чистейший вымысел и что принадлежит она известной франкфуртской художнице Анне Марии Сибиле Мариан 1647 1717 нарисовавшей ее 250 лет тому назад художница провела несколько лет с 1699 по 1701 в Суринаме в северной части Южной Америки где рисовала различные виды местных цветов и насекомых рисунки эти еще по сегодняшний день вызывают восхищение у каждого кому их приходится видеть однако большинство рисунков было опубликовано после смерти художницы ее дочери на последней странице книги можно увидеть картинку где под веткой с сидящими на ней насекомыми изображен и апоссум причем та самая злополучная мамаша апоссум с детишками на спине но хвост ее за который уцепились своими крохотными хвостиками детеныш направлен не вперед а горизонтально назад однако за прошедшие с тех пор десятилетия и даже столетия картинка не раз перерисовывалась для различных изданий и можно проследить как ее постепенно видоизменяли подправляли и улучшали пока хвост мамаши апоссума не превратился в настоящий поручень над ее спиной за который детишкам замечательно удобно держаться есть даже фотографии подобного же рода однако сняты на них всегда только чучело изготовленные в музеях по-видимому по этим же образцам с тех самых пор как мы европейцы знаем что такое апоссум а именно с 1500 года он неизменно будоражил наше воображение и давал пищу для самых невероятных фантастических измышлений но за последние десятки лет в америке так тщательно исследовали биологию и образ жизни этого животного как ни у одного другого сумчатого на земле и тут выяснились такие удивительные подробности которые поначалу действительно можно принять только за вымысел надо сказать что уже тогда когда испанский путешественник и натуралист Пинсон привез из недавно открытой в то время Бразилии самку апоссума с детенышами в набрюшной сумке это вызвало в Испании подлинную сенсацию даже правящие в то время монархи Фердинанда и Изабелла пожелали убедиться в существовании подобного чуда природы и собственноручно залезали своими царственными перстами в сумку апоссума и действительно нигде во всей Европе Азии и Африке ни на Яве ни на Суматре ни на Филиппинах нет и в помине сумчатых животных найти их можно только в обеих Америках в Австралии на Тасмане и некоторых близлежащих к ней островах но в то время как в Австралии до сих пор еще проживает 150 видов сумчатых животных апоссум в Америке как впрочем и многие другие устаревшие несовременные формы животных попал в невыгодные для себя условия и стал постепенно вымирать становился все малочисленнее а кое-где практически исчез и вовсе может быть у него не хватило смекалки приспособиться к новым условиям как это делали другие млекопитающие ведь апоссум слывет явно туповатым животным мозг апоссума весит всего лишь пятую часть мозга кошки а ведь по общему весу тела обоих животных примерно одинаковы но вот с 1920 года апоссумы начали вновь завоевывать северную америку продвинувшись далеко на север теперь ежегодно на пушной рынок соединенных штатов америки поступает от двух до трех миллионов их шкурок первое что инкриминировалось апоссумом в книгах о только недавно открытом континенте америки это то что они дурно пахнут то есть просто жутко воняют запах этот проникает якобы сквозь дерево и камень а индейцы понюхав его падают замертво на землю если апоссум приблизится к какой-нибудь деревне жители вынуждены ее поспешно покинуть затем апоссуму приписывался такой фокус поймав маленькую птичку он кладет ее на землю а сам повисает над ней зацепившись хвостом за сук как только какая-нибудь хищная птица желая поживиться добычей подлетит к ней апоссум отпускает сук падает на хищника сверху и одним махом двоих побивахом в довершение всего утверждалось что животные эти спариваются через нос а самки вдувают затем новорожденных в свою сумку что касается дурного запаха то тут верно лишь одно что апоссумы действительно большинству животных не по вкусу или во всяком случае не являются для них лакомым блюдом возле или внутри лисьей норы никогда не найдешь косточек апоссума если же собака поймает апоссума она перегрызет ему хребет стряхнет пару раз хорошенько и бросит мертвого зверька на землю в то время как лесного сурка она в аналогичных обстоятельствах наполовину слопает а остаток еще и закопает про запас и тем не менее в особенности в южных штатах соединенных штатов америки апоссум считается национальным блюдом причем едят его с гарниром из батата правда некоторые люди советуют при этом больше нажимать на батат а не на жаркое и все же имеются фотографии на которых можно увидеть президента соединенных штатов америки франклера Рузвельта за поеданием жареного апоссума то что апоссуму удается даже с малым количеством мозгов выживать в борьбе за существование объясняется все же не столько его дурным запахом сколько его необычайной живучестью так если повнимательнее рассмотреть коллекции скелетов апоссумов в различных музеях то можно обнаружить на них огромное количество сросшихся переломов от которых другие млекопитающие одинаковых с апоссумом размеров безусловно погибли бы ни одно из них не смогло бы перенести столько травм к тому же апоссумы очень ловко прикидываются мертвыми у американцев даже есть выражение to play апоссум что означает изображать апоссума то есть притворяться мертвым такое поведение в минуту опасности довольно широко распространено в мире животных умеют прикидываться мертвыми и птицы и присмыкающиеся земноводные и членистоногие но среди них нет ни одного которое бы пользовалось в Америке такой популярностью как апоссум апоссум в подобных случаях остается лежать на боку с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом из которого вываливается язык какой-то мальчишка подобрал однажды на дороге мертвого апоссума неся его за хвост и размахивая животным из стороны в сторону он протаскал свою находку в течение двух часов пока наконец перелезая через забор не заметил что мертвое животное старается ухватиться за забор лапами если апоссум и не использует собственный хвост в качестве поручня или якорной стоянки для сидящих на его спине детенышей то тем не менее способен транспортировать с его помощью листву и траву для утепления своей норы он подгибает хвост под себя пропуская его между ногами вперед затем набирает полный рот зелени и запихивает шесть а то и восемь порций между животом и хвостом придерживая таким способом поклажу он затаскивает ее в свое жилище но никоим образом апоссумы не способны крепко-накрепко ухватиться хвостом за сук и повиснуть на нем вниз головой как это делают некоторые обезьяны используют они его во время лазания только за тем чтобы придерживаться за ветки и не потерять равновесие повиснуть же прочно уцепившись одним лишь хвостом апоссумы не в состоянии в прошедшие геологические эпохи земли сумчатые были распространены почти по всей планете еще Кювье в 1820 году находил их ископаемые останки в меловых отложениях под улицами Парижа когда доктор Барнум Браун вырыл из земли в канадской провинции Альберта целый скелет рогатого гигантского динозавра то есть присмыкающегося то рядом с ним он нашел останки современного ему вымершего сумчатого его крохотные косточки вызвали у палеонтологов куда больше интерес чем огромные кости динозавра потому что маленькая сумчатая относилась к самым первым млекопитающим появившимся рядом с рептилиями на земном шаре именно поэтому ему и дали научное название Эоделфис то есть заря апоссума потому что маленькая сумчатая относилась именно к апоссумам сегодняшние апоссумы еще не распространились столь далеко к северу чтобы добраться до Канады ведь их подлинный дом находится на юге зиму они переносят плохо хотя и не впадают в настоящую зимнюю спячку как сурки у апоссумов зимой нередко отмерзают кончики ушей или хвоста что им впрочем не мешает жить дальше в то время как у лошади беременность длится около года у козы пять месяцев у собак и кошек около двух у кролика один а у болотного бобра больше четырех апоссуму достаточно всего тринадцать дней чтобы произвести на свет свое потомство правда по новорожденным и видно что это настоящие недоноски их скорее назовешь эмбрионами чем новорожденными детенышами шесть штук весь это вместе один грамм а на чайной ложке их помещается целых двадцать четыре вес одного детеныша равняется одной десятитысячной части веса матери он слепой голый с недоразвитыми задними конечностями так что роды мамаши апоссуму не доставляют особого труда даже если детенышей бывает за один раз до двадцати пяти штук что случается нередко все равно они появляются на свет в течение каких-нибудь пяти минут многие сотни лет оставалось загадкой каким образом такое недоношенное малюсенькое существо добирается из родовых путей до сумки матери расположенной на животе много вокруг этого было споров и догадок точно так же как и вокруг кенгуру одним казалось что они видели как мамаша апоссум хватала малышей зубами или губами и сажала к себе в сумку другие утверждали что самка в момент родов сгибается почти пополам так что родовое отверстие приходится прямо против широко растянутой брюшной сумки и детенышу остается лишь ухватившись ртом за один из сосцов повиснуть на нем что касается кенгуру то с ним все стало ясно 25 февраля 1906 года когда некто герлинг сумел пронаблюдать у своей домашней самки кенгуру весь процесс появления на свет детеныша от начала и до конца он увидел как маленький недоносок с огромным напряжением в течение получаса пробирался по шерсти живота матери и заполз наконец в набрюшную сумку где и исчез мать ему при этом почти ничем не помогала в 1933 году одному посетителю гальского зоопарка тоже удалось пронаблюдать аналогичный случай только с той разницей что на сей раз самка расчищала дорогу маленькому путешественнику старательно прилизывая шерсть на его пути в сумку и вот наконец 6 февраля 1920 года выяснилось и то как это все происходит у апоссума пронаблюдать весь процесс на сей раз удалось преподавателю Техасского университета доктору Гартману он увидел как крохотные эмбрионы апоссума без всякой помощи со стороны матери продолжительность жизни у апоссумов весьма мала не больше двух лет то им приходится интенсивно размножаться самка дважды в год приносит детеныши не так давно Глену Сандерсону из Иллинойса удалось проделать совершенно потрясающий опыт он пометил крошечных эмбрионов еще в сумке матери для того чтобы потом иметь возможность отличить их во взрослом состоянии от других он под лупой удалил каждому из них по одной фаланге на десяти пальцах задних конечностей причем в различном порядке это помогло ему впоследствии выявить немаловажные детали и особенности в образе жизни апоссума так например выяснилось что у них бывает одинаковое число самок и самцов и что на одном квадратном километре может обитать сто особей хотя все сумчатые животные и без того считаются не слишком-то сообразительными апоссум среди них занимает особенно незавидное место по своим умственным способностям это животное явно туповатое так Нойман проделывал следующие опыты он приучал гигантского кенгуру и апоссума искать корм в двух коробках с различными геометрическими фигурами на крышках например на одной кружок а на другой треугольник и корм всегда под треугольник кенгуру быстро выучился различать семь таких пар коробок и искать корм только под нужной крышкой апоссум уже едва удавалось запомнить две такие пары и то не твердо в то время как кенгуру еще дольше чем пять месяцев спустя помнил под каким знаком следует искать лакомство а под каким нет апоссум уже через четыре недели позабыл и перепутал все начисто в зоопарке у профессора Хедегера австралийский апоссум упорно восседал на горячей трубе парового отопления несмотря на то что в его распоряжении находилось достаточно много деревянных приспособлений для лазания на всех четырех лапах и на голом хвосте у него образовались тяжелые ожоги но он упрямо продолжал залезать именно на трубу отопления причина видимо крылась в том что там высоко под самым потолком где проходила труба животное чувствовало себя в большей безопасности скрытым от посторонних глаз но если так подумать то ведь ни труба парового отопления ни черно-белые фигуры на картонных крышках не относятся к предметам встречающимся апоссумам в их обычной жизни они попросту не играют для них никакой роли а то что эти сумчатые достаточно хорошо оснащены для своего существования в нашем мире они за последние четыре десятка лет доказали не только в Соединенных Штатах Америки но и в Новой Зеландии с самого начала освоения Новой Зеландии у попадающих туда европейцев наблюдается какая-то удивительная тяга завозить самых различных животных из всех частей света и там их акклиматизировать завезенных туда американских апоссумов вскоре стало уже слишком много в 1947 году впервые был разрешен их свободный отстрел апоссумов в Соединенных Штатах Америки сейчас уже около 20 миллионов и говорят что ежегодно поголовье их увеличивается еще на 6-7 миллионов плотность заселенности достигла уже 100 голов на каждый квадратный километр считается что они весьма существенно вредят деревьям так что как видите можно неплохо обходиться даже совсем скудным количеством мозгового вещества и не только в политике глава 20 человек которого выменили на оленьи рога олени в зоопарке опаснее львов радиоактивный стронций накапливается в оленьих рогах к 1900 году в Швейцарии не осталось ни одного оленя охота только для аристократии крестьянам за охоту порка удобно ли такие головные украшения безрогий олень трусливое животное о пантах в Сибири Казахстане и на Алтае богатые заокеанские гости не должны охотиться в Африке хотите послушать как трубят олени прежде в нашем франкфуртском зоопарке только тем служителям доплачивали за работу в особо опасных условиях которые ухаживали за львами тиграми медведями и слонами потому что когда думаешь о возможных несчастных случаях в зоопарке то прежде всего приходят в голову львы леопарды или белые медведи которые ведь и на свободе убивают других крупных животных а между тем именно они то реже всего нападают на своих служителей ведь хищные звери в зоопарках живут обычно в двойных клетках то есть в клетках состоящих из двух помещений во время уборки или кормления достаточно перегнать их в другой отсек и хорошенько запереть дверь чтобы полностью себя обезопасить никому не приходится заходить вместе с ними в одно и то же помещение и если все же случается что кто-то получает ранение то только по причине невнимательности во время работы или из-за попыток служителя дрессировать животное а вот по вине от человекообразных обезьян жеребцов зебры верблюдов быков или диких кабанов люди уже не раз попадали на операционный стол за искусанные руки чаще всего следует благодарить мартышек куниц лис и разную прочую мелочь чаще всего подобное происходит когда их хотят поймать и пересадить в другую клетку как-то один бородавочник пару лет тому назад серьезно ранил чуть не убил одного из наших самых опытных служителей а спустя год в дуйсбургском зоопарке такой же ручной бородавочник и на самом деле убил служителя особенно коварные олени выращенные дома ручные самцы косули уже многих людей отправили на больничную койку один из наших благородных оленей 20 лет назад тяжело ранил своего служителя тот едва успел перелезть через ограду вольеры а в базальском зоопарке олень заколол одного служителя насмерть однако не подумайте что благородные олени с их роскошными головными украшениями и в природных условиях норовят пырнуть человек такого с ними никогда не бывает просто находясь в зоопарке они теряют всякий страх перед двуногими существами а кроме того они содержатся там в условиях сильно отличающихся от природных у нас например самец олень круглый год живет в одной вольере совместно с небольшой группой оленух и молодняка мы правда встраиваем в их вольеры поперечные загородки с узкими лазами для самок где они могут спастись от назойливости или грубости самцов самцы же с их раскидистыми рогами не могут вообще или не могут слишком быстро последовать за ними сквозь узкий проход в лесах же такие мощные рогачи проводят вместе с самками лишь одну двенадцатую часть года а именно время гона падающая на сентябрь и октябрь остальную же часть года самцы держатся отдельно в своей мужской компании в таком стадии самцов практически не бывает вожака все пасутся совершенно независимо не обращая друг на друга никакого внимания и наоборот ссор между самцами тоже не возникает если же в самочем стаде встречаются рогачи то это обычно выросшие сыновья двух или трех летки они еще продолжают держаться за мамину юбку хотя на хороших кормах уже успели отрастить завидные головные украшения однако права голоса в стаде у них еще нет группу возглавляет как правило одна из старших оленух но обычно лишь до тех пор пока у той есть собственные малыши так во всяком случае утверждает Вильгельм Линке в своей книге о благородном олене олене доживают в среднем до 20-летнего возраста но иногда могут прожить и дольше такие ветвистые оленьи рога весом в 14-16 килограммов вещь совершенно удивительная наверное не слишком-то удобно и приятно таскать подобное сооружение у себя на голове причем таскать его приходится большую часть года пока не сбросишь сбрасывание приходится обычно на февраль но еще значительно раньше примерно с июля или августа после того как олень со скрепа камней кустарник отмершую засохшую кожу с рогов они уже представляют собой лишь мертвую затвердевшую кость а затем происходит следующее особые клетки растворяют костное вещество под розетками у основания роскошных канделябров и в один прекрасный день они сваливаются с головы своего владельца удивительным образом оба рога как правило падают почти одновременно потери грозного оружия приводят оленя поначалу в шоковое состояние по-видимому он кажется себе в таком виде совершенно неполноценным и беззащитным во всяком случае в зоопарках уже наблюдалось как потерявшего рога красавца оленя которому прежде всегда почтительно уступали дорогу какая-нибудь старая самка лупцевала передними копытами да так его охаживала что он в страхе бросался на утек по-видимому в такие минуты он даже забывает что мог бы оказать сопротивление аналогичным способом то есть встать на дыбы и отбиваться передними ногами ведь именно так и поступают так называемые гололобые самцы или те у которых только что отросли чувствительные и легко ранимые панты когда между оленями возникают какие-либо разногласия или несовпадения во взглядах сброшенные же рога достаются обычно мышам белкам и другим грызунам которые их охотно поедают впрочем в Шотландии их якобы съедают сами олени по-видимому олени организм должен заранее накопить большую массу питательных веществ чтобы затем в течение всего лишь нескольких месяцев вырастить подобное мощное сооружение сначала из черепа показывается нечто клубнеобразное но даже тогда когда рога наполовину готовы обтянуты мягкой кожей наподобие замши а концы их округлые и тупые они бывают на ощупь неизменно теплыми почти горячими растущие кости значительно сильнее накапливают радиоактивные вещества чем любые другие именно поэтому в скелетах детей находят гораздо больше ядовитого радиоактивного стронция чем в скелетах взрослых людей в рогах шотландского оленя которые подобное исследовали в 1957 году содержалось в 10 раз больше радиоактивного стронция чем в рогах оленя убитого в 1952 году таким образом оленьи рога способны особенно наглядно отражать все усиливающееся загрязнение нашей земной атмосферы из-за испытаний атомного оружия молодые оленьи рога панты испокон веков считались целебными и использовались в народной медицине в наше время в советском союзе в государственных масштабах на больших современных фермах держат оленей пантачей которым периодически спиливают рога в москве были проведены серьезные клинические анализы оленьих рогов что позволило выяснить следующее панты действительно содержат много половых гормонов и биологически активных веществ они оказывают положительное действие при явлениях старения организма и залечивания ран на территории нынешних ФРГ и ГДР олени водились с незапамятных времен и были они в Европе прежде столь многочисленны что одну из трех наиболее ранних эпох появления человеческих поселений в Швейцарии даже назвали эпохой оленьих рогов однако к 1900 году во всей Швейцарии уже нельзя было найти ни одного благородного оленя граждане швейцарской конфедерации их начисто истребили в других странах Европы правящие династии и титулованные знать заботились о том чтобы сохранить хоть часть этих великолепных животных для своих охотничьих утех в то время как леса и поля испокон веков были всеобщим достоянием людей и любые поселенцы и крестьяне могли добывать в них для себя дрова и пропитание эти знатные господа во времена средневековья превратили такие угодья в свою частную собственность во всяком случае теперь только им одним разрешалось охотиться на оленей медведей кабанов волков и прочую дичь охота служила как бы временной заменой воинского ремесла развлечением среди скучных и будничных хозяйственных дел кроме того такую охоту можно было обставить весьма роскошно и помпезно сначала строили охотничьи дома в лесу затем уже начали воздвигать целые охотничьи замки и дворцы достигавшие порой грандиозных размеров как например замок Морицбург в Саксонии что касается четвероногих то с ними все эти благородные бароны графья князья короли обходились прямо скажем не очень-то благородно и недостойно настоящих охотников во всяком случае в сегодняшнем нашем понимании они загоняли оленей верхом и с помощью целых свор собак преследуя их часами до тех пор пока у тех уж и дух вон затем обессилевшим животным наносили поначалу легкие раны чтобы продлить себе удовольствие и разыскивали подранков по их кровавым следам а чтобы не так уж сильно напрягаться самим гоняясь за зверем по лесу они вскоре додумались загонять дичь в большие загоны и уже там где ей некуда было деться убивали ее копьями стрелами из лука или из мушкетов используя подневольный труд крестьян принуждали воздвигать километровые заграждения чтобы феодал всегда имел под рукой подходящую дичь к приезду гостей если тем захочется поохотиться рогачей гнали вдоль длинных изгородей в проемах которых их подстерегали петли удавки и ловчие сети нечто подобное делают в наши дни в Африке браконьеры живущие рядом с национальным парком Серенгет наиболее добычливыми оказывались самые длинные сети в которых прочно запутывалась загнанная дичь чтобы иметь возможность развешивать такие грандиозные сети для проветривания и лучшей их сохранности иначе могут истлеть в лесу воздвигались специальные хранилища для сетей такое строение в Гестенском Вальдау например имеет в длину 75 метров то есть только в половину короче развешиваемой в нем сети если кто-либо в Европе или еще где-то становится богат тот зачастую начинает интересоваться охотой это происходит не потому только что скитание по лесам и полям привносит приятное разнообразие в тягостные и скучные будничные занятия связанные с деланием денег а скорее потому что охота все еще носит оттенок необычного и благородного занятия тот кто в наше время приглашает погоняться за зайцами или пострелять оленей заставляет окружающих быстрее забыть о том что разбогател то он на торговле потрохами или холодильниками но то что у нас в Европе есть охотники это все же хорошо иначе кто бы стал подкармливать зимой оленей не будь у нас энергичных людей радеющих об охотничьем хозяйстве наши крестьяне давно бы уже объявили всех рябчиков зайцев лис и оленей вредителями сельского хозяйства и начисто их истребили вот если бы только некоторые охотники кстати прекрасно изучившие средневековые приемы охоты и лихо трубящие в охотничий рожок научились бы еще вдумчивому природоведческому подходу к вопросам охоты хорошо бы им усвоить что хищное животное отнюдь не кровожадный разбойник которого следует убивать лишь за то что он так же как и сам охотник убивает мирных представителей нашей фауны а что наоборот рыси дикие кошки орлы лисы филины ястребы соколы коршуны выдры куницы и другие хищники изымают из природного биоценоза излишек молодняка травоядных а также больных и ослабленных особей сохраняя биологическое равновесие в природе причем они в отличие от человеческих охотников выходят на промысел не только по выходным дням а всегда и ночью и в метели в стужу и под моросящим дождем и уж поверьте они получше нас с вами различают кто слаб и кто болен и никакой выборочный отстрел с целью оздоровления стада никогда не заменит их острого натренированного и профессионального взгляда когда в прошедшие времена знатный охотник был одновременно и владельцем угодий и единовластным судьей он всегда стремился особенно жестоко расправиться со своими охотничьими конкурентами изгнать нарушителей запретов из страны или жестоко высечь было еще самым легким наказанием некоторые князья приказывали за подобные провинности отрубать нарушителю руку выкалывать глаза или забрасывать его камнями егеря и охрана бдительно следили за сохранностью барской дичи многим из них в благодарность за верную службу даровали дворянский титул о чем можно было впоследствии догадаться по оленьям рогам на их гербе притом крестьян в лес толкал отнюдь не охотничий азарт а голод и безнадежная нужда на сегодняшний день считается нормальным если на один квадратный километр смешанного леса приходится один благородный олень а в хвойном достаточно и одного на два квадратных километра во всей федеративной республике Германии обитает сейчас не больше шестидесяти тысяч оленей и в десять раз больше косуль однако князьям повелевавшим в прошлые времена Европы всего было мало поскольку им ведь все равно не приходилось возмещать крестьянину нанесенный ущерб за потравы они только радовались когда стада благородных оленей разрастались до колоссальных размеров некоторые августейшие охотники приказывали собирать диких копытных в загон а затем прогонять по одному мимо стрелка словно движущуюся мишень лучше всего мимо окна охотничьего замка именно таким способом австрийскому наследнику престола позже убитому удавалось иной раз за день уложить сто оленей да и последний кайзер Вильгельм второй устраивал подобного же рода охоты в Верхней Силезии два телохранителя при этом перезаряжали и подавали ему ружья я очень боялся что то же самое повторится и в Африке поэтому я стал деятельно противиться тому чтобы европейские и заокеанские псевдоохотники надежно охраняемые вооруженными платными провожатами имели право стрелять во время своих сафари во львов и слонов в то время как местного африканца за то же самое бросают в тюрьму как браконьер я я опасался как бы теперь африканцы ставшие самостоятельными не убрали вместе с европейским господством и всех кафрских буйволов носорогов и жирафов я постарался сделать все от меня зависящее чтобы этого не произошло в пятидесятых годах мы совместно своим сыном Михаэлем написали книгу и отсняли одноименный фильм для диких животных места нет где резко осуждалась подобная ничем не оправданная и никому не нужная стрельба заезжих гастролеров по диким животным книга переведена на русский язык и издана издательством мысль в 1977 году она не имеет ничего общего с деятельностью настоящих охотников из европейских охотничьих обществ радеющих о процветании подлинного охотничьего хозяйства вместе с целой группой других энтузиастов по охране природы нам еще удалось в самый можно сказать последний момент убедить некоторых африканских государственных деятелей ставших самостоятельными молодых африканских стран изменить свое отношение к собственной дикой фауне мне бы хотелось чтобы богатые заезжие охотники приносили африке не вред а пользу и этого можно было бы достичь если бы они согласились арендовать в восточной африке большие охотничьи угодья держать там платных егерей отстреливать дичь только согласно плану управления охоты а именно изымать излишнюю часть ее бороться с браконьерством выплачивать местным племенам столь же высокие арендные платы за пользование охотничьими угодьями как например в Баварии и покрывать нанесенной дикой фауне ущерб вот это было бы справедливо я не охотник но против разумной формы охоты я абсолютно ничего не имею разумеется вне границ заповедников и национальных парков вот в Швейцарии теперь снова появились благородные олени даже довольно много в 1914 году там был основан национальный парк Граубюнден уже в 1915 году туда перешли 9 оленей из Австрии к 1939 году их стало 350 а на сегодняшний день оленей я бы сказал скорее даже слишком много потому что отсутствуют хищники призванные держать их численность в разумных границах всякие кому захочется может теперь осенью поехать в лес чтобы послушать как трубят олени во время гона их зов любви относится к романтике европейского леса порой он становится столь притягательным для чужестранных туристов что предприимчивые хозяева туристических гостиниц расположенных неподалеку от леса специально нанимают несколько лесорубов чтобы те спрятавшись в самой чаще имитировали дуя в садовую лейку призывный зов благородных оленей гости бывают очень довольны а лесничий тоже потому что таким способом можно отвлечь поток любопытных от настоящих мест брачных игр оленей сильный самец способен порой собрать вокруг себя до 20 молодых и матерых самок но тем не менее это не настоящий гарем потому что самец не является вожаком такого стада не охраняет его более того в случае опасности при приближении охотника или собак он поскорее убегает прочь единственная его забот по-видимому состоит в том чтобы не допустить приближение соперников оленей и чтобы ни одна из его самок к ним не перебежала когда дело доходит до драки двух оленей между собой то наблюдая за ней можно убедиться в том что их роскошные ветвистые рога скорее турнирное оружие чем кинжалы предназначенные для убийства именно их ветвистость способствует тому что при ударе рога он запутывается в рогах противника и не наносит таким образом серьезных ранений в более уязвимые части тела оленя когда два драчуна стоят друг против друга скрестив рога то это скорее способ помериться силами столкнуть или стянуть противника с места как мы делаем это при перетягивании каната или выжимании рук но может случиться что рога одинокого оленя во время поединка настолько застряли и заклинились в рогах другого что разъединить их становится абсолютно невозможно и тогда несчастным соперникам грозит голодная смерть плохо дело и в тех случаях когда у оленя вместо разветвленных рогов вырастают два острых и прямых словно копья рога тогда он легко пронизывает ими ветвистые рога противника и закалывает его у молодых оленей обычно поначалу вырастают именно такие копьеподобные рога но у них они как раз не представляют серьезной опасности как правило у молодых еще не хватает смелости ввязаться в настоящую схватку с матерым оленем а вот когда попадается взрослый олень с подобными рогами тогда только держись зачастую за таким укрепляется дурная слава оленя-убийцы иногда олени могут применять свои рога и совсем для других целей так однажды удалось пронаблюдать как содержавшийся в саду за оградой олень который никак не мог добраться до спелых яблок на деревьях применял акробатический трюк он поднимался на дыбы и тряс изо всей силы головой рога ударяли по веткам и яблоки сыпались вниз а там уж они поступали в полное его иной олень уже на второй год носит на голове не вилы а целые канделябры с шестью а то и с восемью свечками а когда олень перевалит через самые свои лучшие годы примерно четырнадцати пятнадцатилетний возраст рога его уже пойдут на уголь с каждым годом число отростков станет уменьшаться пока они под конец не превратятся в первоначальные гладкие копья правда теперь уже более крепкие чем у молодых в охотничьем замке Морицбург в Саксонии висят рога благородного оленя весом в восемнадцать и восемь десятых килограмма с шестью десятью шестью отростками рога эти прусский король Фридрих Первый будучи тогда еще только курфюрстом бранденбургским уступил королю Саксонии за длинного малого то есть за особенно рослого солдата для своего подздамского гарнизона рассказывают что оленя пригнала к курфюрсту дочка лесника восседавшая верхом на ручном лосе во время гона а иногда и в другие периоды олени могут вести себя самым удивительным образом так один олень настойчиво интересовался белой кобылой впряженной в охотничью повозку на ее ржание он отвечал отрывистыми лающими звуками когда она везла повозку по лесной дороге он следовал за ней прячась за кустарниками и вообще старался все время держаться где-то поблизости именно поэтому его и удалось подманить поближе и пристрелить аленухам обычно бывает необходимо достичь двух трехлетнего возраста чтобы впервые привлечь к себе внимание заинтересованного в партнершах кавалера но случается что отдельные самки оказываются оплодотворенными уже в первую осень своей жизни самец во время брачных игр проявляет обычно достаточно терпения и ведет себя по отношению к самкам весьма миролюбиво даже прошлогодним телятам разрешается оставаться в стаде а через восемь с половиной месяцев в мае или июне аленуха в один прекрасный день отделиться от самочьего стада насчитывающего обычно от шести до двенадцати голов чтобы где-то в укромном месте одной без посторонней помощи произвести на свет свое потомство прошлогоднего теленка она к этому моменту прогоняет сами роды редко длятся дольше десяти минут но оленуха при этом сдавленно стонет и даже вскрикивает пока олененок не в состоянии по-настоящему бегать а значит в первые два то и четыре дня мать оставляет его лежать запрятанным от посторонних глаз и лишь два раза в день приходит чтобы напоить молоко как только олененок научится следовать за ней он будет прикладываться к вымене через каждые несколько минут к этому времени возвращается и присоединяется к матери и прошлогодний теленок которому тоже иногда великодушно разрешается получить свою порцию молока пока у оленьих девиц не появятся собственные дети они всегда держатся возле матери а вот молодые рогачи еще раньше отделяются от дамской компании и присоединяются к мужской один охотник наблюдал как олени оказывают друг другу помощь он ранил одного из восьми оленей в стаде животное ослабело начало спотыкаться и пыталось лечь но остальные не дали ему этого сделать подперев его со всех сторон они завели подранка в ближайшее ржаное поле а оттуда уже в рощу подобная помощь раненым собратьям наблюдалась не раз и у слонов и у кафровских буйволов спасающиеся от преследования олень способен развить скорость 67 километров в час там где на олене не охотятся в особенности возле кормушек зимой они становятся совсем ручными к ним можно подойти на довольно близкое расстояние так один охотник прикармливал оленей в 20 метрах от своего дома они настолько к этому привыкли приходя по ночам зимой и летом что нисколько не пугались электрической лампы горящей на дереве в 4 метрах над их головами кроме того особое устройство включало в доме на письменном столе ночничок чтобы домочадцы всегда могли узнать что пришли олени и за ними можно понаблюдать в пасхальное воскресенье 1943 года целое стадо оленей около 20 голов нанесло визит саксонскому городу Цане было 7 часов вечера так что переполох произошел немалый олени перемахнули через ручей переплыли пруд и очутились в самом центре города испугавшись гуляющей толпы часть пришельцев бросилась по направлению к вокзалу а остальные перескочили через садовые ограды один угодил в витрину магазина и сильно поранился о разбитое стекло несколько оленей забежало во дворы жилых домов общая сумма причиненного оленями ущерба составила свыше двух тысяч марок поскольку олени всегда считались княжеской дичью то их с давних пор было принято дарить в качестве ценного подношения в 1661 и 62 годах в неймарке отловили 159 оленей и отвезли на корабле в лондон европейские благородные олени сейчас сильно размножились в аргентине австралии и особенно в новой зеландии наши охотоведы одно время воображали что отечественная благородная дичь станет более рослой и статной если ввести из Северной Америки вапите или из восточной России моралов вапите хотя и крупнее европейских оленей однако европейские охотники вскоре потеряли к ним всякий интерес потому что выглядят они менее импозантно в период гона у них не отрастает на шее пышная грива да и клич у них какой-то жалкий песклявый скорее свист а не рев кровь ввезенных когда-то в Европу чужеземных оленей в нашей современной благородной дичи присутствуют в очень малом количестве по-видимому те оказались неустойчивыми по отношению к европейским болезням и паразитам пятьсот или тысячу лет тому назад у германских охотников было больше возможности раздобыть себя в качестве охотничьего трофея сильно ветвистые рога чем сегодня отчасти это объясняется тем что наши олени теперь не по своей воле стали чисто лесными животными в то время как по природе своей они предпочитают открытые кустарниковые пространства или редколесье самые крупные олени Европы обитают сейчас в Карпатах на Балканах и вообще ареал их отодвинулся дальше к востоку обожающие всяческую роскошь и помпезность властители мира сего не раз пытались запрячь благородных оленей в свои повозки первым кому удалось этого добиться был император Марк Аврелий который во время триумфального шествия в честь победы над Пальмирой восседал на колеснице запряженной четырьмя ручными оленями после этого животные были принесены на Капитолии в жертву богу Юпитеру много позже барон Пюклер как-то проехался в Берлине по Унтерден-Линден на упряжке шести благородных оленей во всех таких случаях речь идет о кастрированных животных обращаться с которыми значительно легче и безопаснее если кастрация произведена в момент когда у оленя на голове крупные ветвистые рога то он их уже никогда не сбросит если же тогда когда он их только что потерял то они больше не отрастут французский наместник Люстик правивший во времена Наполеона в городе Касселе 15 августа в день рождения Наполеона организовал катание на оленьей упряжке четыре оленя запряженные в коляску внезапно понесли все сидевшие в коляске пассажиры в ужасе повыскакивали на ходу вернувшись пешком и зайдя в конюшню люди застали там всю упряжку оленей в полном составе олени явились туда значительно раньше своих пассажиров никакой повозки с ними разумеется уже не было на беглецах висела лишь порванная в клочья сбруя и за ними волочилась сломанная оглобля глава 21 снежные козы скачут по небоскребам не только бесстрашные но и странные создания увидит снежных коз в скалистых горах теперь несложно на четвереньках за снежным козленком козел сбрасывает четырех собак в пропасть а коза закалывает медведя гризли капитан Кук спутал их с белыми медведями 10 дней на краю бездны представьте себе что вы поднимаетесь на лифте на самый верх нью-йоркского небоскреба вылезаете на крышу и тут вдруг обнаруживаете что по кровельным желобам зубцам и выступам вулворд билдинга эмпайр стейт билдинга и других гигантских высотных домов Манхэттена скачут какие-то белые существа при ближайшем рассмотрении они оказываются козами причем совершенно неправдоподобными козами расхаживающими по карнизам стоящими на водосточных трубах карабкающимися по уступам стен или безмятежно взирающими с какого-нибудь подоконника вниз в 100-метровую пропасть нью-йоркских улиц вот именно такое волнующее впечатление испытываешь наблюдая в бинокль за этими бородатыми альпинистами на заоблачных отвесных вершинах скалистых гор знаменитый американский биолог Эрнст Сэттон Томпсон книги которого я будучи мальчишкой буквально заглатывал писал в один прекрасный день про матерь наша природа задумала создать такое существо которое может счастливо жить на необитаемых скалистых башнях венчающих величественные кафедральные соборы скалистых гор в качестве сырья она выбрала какое-то копытное обитающее на равнине снабдило его бесстрашным сердцем железными нервами стальными жилами и одеждой из самой теплой шерсти перемежающиеся для прочности с длинной грубой щетиной затем она отбеливала свою новую игрушку до тех пор пока та не сделалась снежно-белой и приказала ей отправляться на обетованную землю которую никто у нее никогда не сможет оспорить североамериканские снежные козы не только бесстрашные они и необыкновенно странные животные начнем с того что они вовсе никакие не козы несмотря на то что очень на них похожи как внешне так и своим поведением но плечевой пояс и шея у них значительно мощнее а рога гораздо короче и не завиты спирально как у многих коз они скорее сродни горалам и серау азиатским горным антилопам и нашим европейским серном несмотря на то что внешне с ними совсем не схожи кроме того снежные козы пожалуй единственные копытные на свете которые самым настоящим образом усаживаются на свой зад да еще при этом держат корпус в вертикальном положении так что передние ноги свободно свисают вдоль живота не дать не взять собачка которая служит когда снежная коза сидя в такой позе с важностью оглядывает окрестности она до смешного напоминает профессора смотрящего поверх сползших на нос очков как не билось у меня сердце когда мне впервые в жизни довелось увидеть на воле этих знаменитых животных о которых я прочел так много волнующих историй должен сказать что там в национальном парке банф расположенном в канадских скористых горах увидеть их не составило особого труда достаточно было подняться на машине по серпантину асфальтированной дороги идущей элегантными виражами вверх через ту супер швейцарию выйти в указанном месте и подойти к перилам огораживающим край отвесного склона как они уже и предстали моему взору в бинокль их прекрасно можно было разглядеть они мирно паслись несколькими уступами ниже словно белоснежные барашки на зеленой лужайке свежевыстиранные перед стрижкой а я-то ожидал что потребуется несколько дней бесплодного ожидания пока наконец не удастся хитроумным образом к ним подкрасться чтобы мельком увидеть это чудо где-то на головокружительной высоте утесов в действительности все выглядит совсем иначе не то чтобы снежных кос расплодилось уж очень много на земле нет всего каких-нибудь 1200 в соединенных штатах Америки в двух национальных парках северных штатов Монтана и Вашингтон и может быть еще пара тысяч на их настоящей родине в скалистых горах в Канаде но места обитания отдельных стад известны и животные не кочуют далеко по горам а держатся неделями даже месяцами а часто и круглый год в одних и тех же местах обычно где-то чуть выше границы леса там у них в общем-то нет врагов в особенности зимой когда все остальные животные стараются убежать из этой снежной пустыни зимой копыты и рога снежных коз приобретают истинно черный цвет в то время как летом они кажутся серовато-белыми иной раз в наслепительно белом фоне снегов от всей козы можно увидеть только лишь темные точки глаз черную черточку губ четыре черных копыта и два рога как им удается выживать зимой среди обледенелых утесов и снежной метели этого никто не знает потому что ни один человек еще не отважился в такую пору проникнуть туда для наблюдения за ними как известно эти отважные скалолазы отнюдь не прыгают меж скал с проворством и ловкостью белок на деревьях нет они наоборот шествуют неторопливо я бы сказал с важностью и достоинством тщательно выбирая дорогу как самые настоящие опытные альпинисты следуя за ними в гору даже человеку было бы нетрудно их нагнать ни разу еще не наблюдалось чтобы застегнутые врасплох стадо снежных кос испуганно бросилось в рассыпную удидая больших прыжков вверх. Редко они превышают один-полтора метра. Зато вниз козы, не раздумывая, прыгнут на семь или восемь метров, каким бы отвесным ни был обрыв, причем благополучно приземляться на самый малюсенький уступ скалы, даже если он затянут льдом. Сеймур, мэр Сиэтла, оказался однажды свидетелем совершенно виртуозного трюка, проделанного снежной козой. Опасаясь, что ему потом не поверят, он заставил четырех своих спутников расписаться под следующим документом. Прошлым августом мы заметили снежную козу, с трудом карабкающуюся вверх по совершенно отвесному скалистому обрыву Little Big Chief. На одном абсолютно непреодолимом участке я невольно крикнул «Куда ты лезешь, идиотка? Не осилишь ведь?» Но коза все же решилась. Местами ей приходилось подпрыгивать на всю длину своего корпуса, чтобы достичь следующего уступа. Но вот она попыталась достичь в прыжке уже совсем недоступного выступа. Передними ногами она едва коснулась края карниза, однако удержаться на нем, чтобы подтянуть весь корпус, не смогла. Мы уже подумали, ну, конец козе, теперь она разобьется в лепешку. Но не тут-то было. Коза всеми четырьмя ногами оттолкнулась от скалы, проделала в воздухе настоящий кульбит и уверенно приземлилась на том уступе, с которого прыгала. Если они на первый взгляд и напоминают всего лишь самых безобидных пушистых козочек, то сердца у них отнюдь не козьи, а львиные. Чарльз Чепман, известный из веролов, пытался как-то вместе с одним провожатым отловить пару снежных козлят для зоопарка Бронкса в Нью-Йорке. Для того, чтобы незаметно подкрасться к козам, они решили накрыться шкурами снежных коз, голову прикрыть белыми носовыми платками и на четвереньках подползти к пасущимся животным. Они наметили себе козу с козленочком, пасущуюся на таком месте, где снег сполз с почвы. Между прочим, в подобных случаях вовсе не обязательно подходить тихо, не создавая шума. Многие люди даже утверждают, что снежные козы бывают временами глухи. И правда, нередко у мертвых снежных коз уши до самого внутреннего уха бывают плотно забиты насосавшимися крови иксодовыми клещами. В одном слуховом проходе порой можно обнаружить до двадцати клещей. Неудивительно, что животное от этого плохо слышит. В описываемом случае коза, как только поняла, что к ней подкрадываются, нагнула голову и двинулась на непрошенных гостей. Поскольку об острых рогах снежных коз идет дурная слава, то этим двоим ничего не оставалось, как вскочить и ретироваться. Но тогда только коза и заметила, с кем именно она имеет дело, и сама тоже поспешно кинулась бежать в противоположном направлении, прыгая через такие препятствия, которые казались совершенно непреодолимыми. Козленок же был еще не в состоянии последовать за ней, и звероловам благополучно удалось поймать его для зоопарка. Но бывает и так, что стычка со снежной козой заканчивается для обидчиков значительно хуже. В конце прошлого столетия, когда снежные козы еще не находились под полной охраной на американском континенте, Миллс описывал случай, происшедший в местности, где сейчас образован национальный парк Глейшер. Два охотника со своими собаками загнали старого снежного козла в тупик на самом краю ледового поля. Козел вскочил на крутой выступ скалы, нависающей над гладкой отвесной стеной. Он ждал возможности удрать, сделал пару бесплодных попыток, но собаки со стервенелым лаем окружили его со всех сторон. Тогда он кинулся на одну из них и нанизал ее на свои острые рога, словно на вилку. Затем последовало второе быстрое движение головой, и собака, взлетев на воздух, грохнулась в пропасть. С неимоверной быстротой он убил таким способом подряд трех собак, а четвертую столкнул с уступа живой. Остальные собаки после этого предпочли отступить. А козел повернулся и пошел буквально по стене, степенно ступая по карнизу и мельчайшим выступом с таким спокойным и безразличным видом, словно бы все происшедшее не произвело на него ровно никакого впечатления. Очень редко можно встретить снежных коз во время пересечения ими долин. Один фермер из Форд Стилла в Британской Колумбии по имени Артур Фенвик как-то заметил снежного козла, решительно пересекавшего долину. Но старый вождь индейцев Изадоре, лагерь которого располагался неподалеку, заметил его еще раньше. С двумя индейцами и целой сворой собак он вознамерился с помощью лассо поймать козла живьем. В погоне участвовало три лошади и целых пятнадцать псов. Спустя короткое время одна из индейских женщин заметила, что в поле творится что-то неладное. Схватила ружье и побежала туда, где происходила дикая свалка. Один из индейцев, схватив ружье, действительно застрелил снежного козла. Но все собаки к этому моменту были уже либо убиты, либо покалечены. Лишь с огромным трудом индейцам удалось избежать того, чтобы еще и лошади их оказались пропороты страшными острыми рогами. Что же касается Воскогорья, то там снежным козам практически никто не страшен, разве что только пумы, эти горные львы. Чтобы орлы на них нападали, плохо верится. Наверное, это такое же ошибочное утверждение, как то, что наши альпийские орлы утаскивают ягнят и молодых косуль. Ведь как те орлы, так и наши охотно подбирают падали, поэтому остатки костей и шкур снежных козлят или детенышей косуль вовсе еще не служат доказательством того, что орлы сами же их и убили. Насколько мне известно, отмечен всего один такой случай. Два зверолова отогнали снежную козу от ее козленка, и тот совершенно неожиданно самостоятельно стал взбираться по почти отвесной каменной стене. Как только детеныш ушел из-под защиты своей матери, откуда ни возьмись на него, спикировал американский белоголовый орлан, кстати, американское гербовое животное, в обычных же условиях для снежной козы не составляет труда отбить своего детеныша у орла. Даже в тех случаях, когда снежная коза попадает в тупик, то есть забирается в такое место, где ей на узком карнизе скалы уже не повернуть назад, она все равно находит выход из положения. Неоднократно уже наблюдали, как коза поднималась на задние ноги и, прижавшись спиной к стене, делала поворот на 180 градусов. По-настоящему снежные козы подвергаются опасности лишь тогда, когда спускаются в долину или пересекают лес. В некоторых местностях их нередко можно встретить пасущимися на лугах горных долин. Они, безусловно, бывают вынуждены время от времени пересекать равнины и леса, чтобы попасть с одного горного хребта на другой или для розыска солонцов. Именно здесь-то на них и нападают черные медведи-гризли, волки-росомахи или крупные горные койоты. Но снежные козы умеют защищаться. Во всяком случае, если они и погибнут в такой схватке, то и противнику придется не легче. Рога снежных козлов, хотя и небольшие, каких-нибудь 25-30 сантиметров в длину, но необыкновенно острые и молниеносно разят, как кинжалы. Уже упомянутый здесь Артур Фенвик нашел однажды крупную мертвую снежную козу, убитую явно медведем-гризли, о чем говорили не только натоптанные вокруг следы, но и то, что хребет у козы оказался переломленным. «Я удивился, почему этот медведь не утащил с собой козу и не зарыл ее, как он обычно делает», рассказывал фермер, «и решил на всякий случай оглядеться вокруг. Вскоре я действительно нашел огромного гризли, мертвого и залитого кровью. Осмотрев его, я обнаружил, что снежная коза дважды пырнула его в область сердца. Медведю еще удалось ее прикончить, но и он, отойдя на несколько сот метров, упал замертво. Уже не раз находили хищников, погибших от удара острых рогов снежных коз, сердца, легкие или брюха. Так что снежным козам хищники не страшны, скорее уж лавины. Вот из-за них козы погибают гораздо чаще. Впрочем, небезопасен для них и дождь. В зоопарках у коз обязательно должно быть какое-нибудь убежище от дождя, хотя бы крыша над головой, иначе их пушистый мех словно губка пропитывается водой, и животное может погибнуть от воспаления легких. По всей вероятности, они на воле во время дождя прячутся под навесами скал или в пещерах. Шерсть их еще нежнее, чем знаменитая Кашмирская. Во время линьки в отдельных местностях можно собрать с кустов и острых выступов большие пучки такой шерсти, весом иногда в несколько фунтов. Индейцы, населявшие северо-западные побережья Америки, в прежние времена постоянно собирали и пряли такую шерсть. Часть пряжи они окрашивали в яркие цвета и вязали затем такие узоры, которые сегодня сошли бы за какие-нибудь кубистские или футуристические, но на самом деле всегда изображающие какое-нибудь тотемное животное. Именно под таким вот вязанным шалем и шкуром впервые путешественники-открыватели новых земель впервые узнали о существовании подобного высокогорного животного. Капитан Джеймс Кук во время своего кругосветного путешествия в 1778 году, достигнув Британской Колумбии, записал в вахтенном журнале, что туземцы приносили им куски шкур от белых медведей и целые шкурки белых медвежат. Но поскольку вокруг бухты принца Вильгельма в радиусе 1500 километров нет никаких белых медведей, а снежных коз в горах в те времена было достаточно много, речь шла, по-видимому, именно об их мех. Александр Маккензи, знаменитое путешествие которого по реке, названной его именем, до самого ее впадения в Ледовитый океан, я недавно повторил, следуя тем же курсам на самолете, писал о каких-то белых буйволах, которых можно найти в горах, лежащих западней реки. Я часами прочесывал на маленьком спортивном самолете все ущелья гор Ричардсона и ничего подобного там не нашел. Возможно, речь шла о снежном баране. Далее, который мне тоже удалось увидеть и даже снять, или опять же о снежных козах, которых тогда здесь было еще достаточно много. Но лишь в 1811 году первому европейцу удалось увидеть живую снежную козу, добыть ее и описать. Звали его Александр Генри. В 1860 году вошли в моду муфты и воротники из черно-белого меха африканских обезьян, гверица. Цены на шкуры этих животных черные, с белой спинкой, баснословно подскочили, и меховщики вскоре додумались подменять этот мех шкурками снежных коз, окрашивая их частично в черный цвет. Это тогда привело чуть ли не к полному истреблению североамериканских скалолазов. На сегодняшний день снежные козы не только повсюду охраняются, но в 1923 году их даже удалось успешно акклиматизировать на острове Бараново, близ берегов Аляски, а в 50-х годах еще и на острове Кадьяк. Остается только удивляться, что подобные высокогорные животные так хорошо приспосабливаются к условиям зоопарка. Так, в Нью-Йоркском зоопарке один снежный козел прожил с 1900 по 1909 год и умер в 10-летнем возрасте. Но когда в мае 1963 года в зоопарке города Калбери в Канаде у снежной козы родился козленок, это была своеобразная маленькая сенсация, потому что такого не случалось за все 35 лет содержания этих животных в неволе. Один из звероловов Нью-Йоркского зоопарка рассказывает. Особенных трудностей при перевозке маленьких снежных козлят у меня, в общем-то, не было. Кормил я их примерно каждые три часа и днем и ночью. Проголодавшись, они начинали подпрыгивать возле меня или даже лазить по мне, если я лежал в постели, а спал я с ними в одном отделении. Только когда я оставлял их одних и ненадолго отлучался, они начинали проявлять беспокойство и всячески пытались выбраться из вагона. Но стоило мне только накормить бедных маленьких сироток, как они все тесно прижимались к моим ногам и засыпали. Снова проголодавшись, они вскакивали и начинали стучать по мне передними копытцами. Думаю, что их матерям с ними тоже приходится не слишком сладко, но у тех ведь не бывает за один раз постольку козлят, сколько было у меня. Весит козленчик при рождении ровно 4 килограмма и спустя полчаса уже умеет бегать и прыгать. Детеныши у самок появляются раз в два года. Живут ли снежные козы моногамно, парами, как некоторые утверждают, или стадно, пока еще доподлинно неизвестно. Во всяком случае, позади рогов у них расположены особые железы, выделяющие маслянистое вещество, особенно обильное во время гона. Им козлы метят ветки кустарника или выступы скал, возможно для того, чтобы маркировать свой участок обитания. В национальном парке Банф, где я наблюдал в тот раз за снежными козами в бинокль, некто Бревстер несколько десятков лет назад стал свидетелем того, что необычайные скалолазные способности снежных коз могут им иногда и отказать. Тогда охота на них еще не была запрещена, и группа охотников преследовала стадо коз в испещренных расселенными скалистых горах. В конце концов козы, спасаясь от преследования, стали спускаться по крутой отвесной стене, верхний край которой выдавался далеко вперед, так что охотники, стоя наверху, совершенно потеряли их из виду. Несолоно хлебавши, всей компании пришлось спуститься к своему лагерю, разбитому в долине. Каково же было их удивление, когда, взглянув наверх, они обнаружили всех пятерых пропавших коз. Они стояли тесно прижавшись друг к другу на крохотной площадке, выступавшей из отвесной стены над страшной бездонной пропастью. С наступлением ночи они все еще продолжали неподвижно стоять на том же месте. На другое утро охотники, к немалому своему изумлению, застали животных все там же, они никуда не ушли. Не ушли они и в течение всего следующего дня. Бревстер и его товарищи поняли, что снежные козы как бы сами себя поймали в ловушку, а теперь были не в состоянии ни спуститься вниз, ни вернуться назад. Стадо состояло из двух взрослых особей и трех молодых. Ясно было, что старые животные шли впереди во время спуска и теперь не могли развернуться, потому что неловкие молодые загораживали им дорогу. Таково было во всяком случае мнение наблюдателей. Судьба узников так заинтересовала охотников, что они решили не уходить с места своего лагеря, пока не узнают исхода этой трагической истории. И вот бедные козы одна за другой стали слабеть и сваливаться вниз с карниза, разбиваясь на дне пропасти. Но момент падения охотникам удалось наблюдать только один раз, потому что падали козы незаметно ночью. Последняя продержалась на роковом карнизе десять дней, но затем и она сварилась в страшную пропасть. Глава двадцать вторая. Испанская корида. Бесчестное состязание. Напрасно писатели ее облагораживают. Есть честный и достойный бой быков в Португалии. Обыкновенные пастухи храбрее тореро. Здесь герои уходят с арены живыми. Найдите лучшее применение своим деньгам. А быков пусть забивают на бойне. Хотите, я вам расскажу, где на сегодняшний день можно во время своего отпуска увидеть настоящий благородный бой быков, после которого не уходишь с нечистой совестью и камнем на сердце. Я уже неоднократно публично обосновывал, почему образованный и интеллигентный человек не должен в Испании посещать кориду. Вовсе не потому, что там убивают быков. Их ведь предостаточно убивают и на бойне. Однако в большинстве стран принято, чтобы как в спорте, так и в жизни всякое соревнование проводилось честно, порядочно, чтобы обе стороны имели одинаковые шансы. Врожденный способ, которым принято мериться силами у быков, это лоб в лоб. И старайся столкнуть противника с места. И тогда это действительно прекрасное спортивное зрелище. Его еще сегодня можно увидеть в Таиланде, население которого с его древней высокой культурой устраивает во время своих празднеств не бой быка против человека, а бой быка против быка. Происходит такое состязание почти на рыцарский манер. Когда один из быков побежден, другой не преследует его, никоим образом не старается его убить. А вот в Испании заставляют искусственно разъяренное животное бодать пустой платок, а в него тем временем сзади втыкают острые бандерели. Тореро до тех пор дразнит сильное и ловкое животное, заставляя его совершать холостые выпады, при которых он ни разу не встречает ожидаемого честного сопротивления, пока оно окончательно не вымотается и не потеряет всякого интереса к такой бесплодной игре. И тогда быка уже почти беззащитного и не оказывающего сопротивления просто закалывают на радость зрителям, жаждущим крови и убийства. Бык всегда погибает, а Тореро уходит целеханик, а если с ним порой что и случается, то это равносильно обычным производственным травмам. Поскольку корида существует только для того, чтобы ублажать жаждущих крови, непритязательно к зрителей, то и проводить ее можно неспортивно, бесчестно. Известно, что во многих случаях быкам перед боем спиливали концы рогов, а затем снова приклеивали, с тем, чтобы они не могли причинить серьезного вреда в случае, если бык против ожидания вдруг и на самом деле пырнет своего мучителя. Испанские газеты уже не раз печатали подобные скандальные разоблачения, когда быкам перед боем делали усыпляющие уколы, ставили их транспортные клетки вверх ногами или били мешками с песком по почкам, чтобы животные стали менее поворотливыми. Но никогда нигде нельзя прочесть, чтобы какого-нибудь Тореро за подобные вещи дисквалифицировали, как это, безусловно, произошло бы при любом другом спортивном состязании. Разумеется же, нельзя считать испанцев по этой причине более жестокими или менее симпатичными, чем другие народы. Ведь и в Италии прежде для увеселения масс бросали христиан на растерзание львам. В фашистской Германии совсем недавно еще устраивались такие зрелища, как публичные казни. А в Англии сто лет назад петушиные бои считались национальным видом спорта. Бойцовым петухам прикрепляли к шпорам маленькие острые ножи, чтобы противники действительно имели возможность искромсать друг друга и зарезать. Но у всех этих народов с подобными делами давно покончено. Однако не подумайте, боже упаси, что я беру на себя смелость указывать испанцам, каким образом им следует забивать свой скот. Это их дело. Но не испанским писателям и другим деятелям культуры. Не пристало в своих произведениях облагораживать подобную бесчестную игру, украшать ее исполнителей незаслуженными лаврами, как это сделал еще в 1875 году композитор Безе своим популярным маршем из оперы Кармен или лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй в своих книгах об Испании. А ушим в Торе-то подражают разные эпигоны. Поддержка подобного бизнеса, хоть и помогает Тореадорам значительно быстрее превратиться из пастухов или погонщиков-ослов во владельцев шикарных особняков и кадиллаков, однако отнюдь еще не делает их героями. Каждый турист, направляющийся в Испанию, с которым мне приходилось разговаривать, решительно отвергал Кариду. Нет, он в корне против таких зрелищ. Но один раз все же стоит посмотреть, что это такое. Что же касается наших бюро путешествий, то те устраивают все таким образом, что стоимость входного билета на Кариду и проезд туда и обратно входят в оплату гостиниц. Кому же охота за зря деньги платить. И вот уже восемьдесят, а то и больше огромных автобусов с иностранными туристами, теснятся на стоянке возле арен. А молодого современного испанца спортивного склада уже давно не интересует старомодная кровавая романтика боя быков, тот гораздо охотнее сходит на футбольный матч. Карида же демонстрируется в основном для приезжих. Она превратилась в туристический аттракцион и содержится на деньги туристов. Недавно я был в Португалии. Отправляясь в Лиссабонский зоопарк, я, признаться, не испытывал особых надежд увидеть что-нибудь стоящее. Ведь если в Англии десять, в маленькой Голландии два, в ФРГ примерно двенадцать, а в США несколько дюжин больших зоопарков, то во всей Франции существует всего один по-настоящему большой зоопарк. В Италии тоже только один, который можно считать современным. А в Испании барселонский зоологический сад еще только набирает силу. Единственный зоопарк Бельгии находится не в его столице Брюсселе, а в Антверпене, центре фламандской части страны. Три швейцарских зоопарка возникли не в говорящей по-французски части страны. В Женеве же, Лазанне и Лугана зоопарки отсутствуют начисто. По-видимому, интерес к животному миру присущ больше североамериканцам, североевропейцам, славянам, а романским народам уже в гораздо меньшей степени, в особенности почему-то жителям Средиземноморья. Каким же неожиданным сюрпризом оказалось для меня то, что после семиминутной поездки в метро из центра Лиссабона, я очутился перед прекрасным, идеально чистым, просторным зоопарком, в котором увидел ухоженных животных. В стране, где каждый третий человек не умеет ни читать, ни писать, Лиссабонский зоопарк сумел организовать специальную школу для детей своих служителей и уже выстроил вторую, в которой школьники, пришедшие на экскурсию, смогут получить квалифицированную консультацию. В прелестно оформленном собачьем поселке живут все имеющиеся в Португалии породы собак. Тут же и ветеринарные лечебницы, открытые для посетителей. По-видимому, и к другим животным в Португалии относятся иначе, чем в Испании, подумал я, и решил это проверить. Входные билеты на бой быков, которые должен был состояться в пасхальное воскресенье, стоили 60-70 марок и, тем не менее, оказались распроданными. Я вспомнил, что в Испании первые в году корида тоже приходятся непременно на Пасху. Пришлось мне побегать по разным причастным к этому делу учреждениям, прежде чем в самом влиятельном из них, находящимся на третьем этаже дворца в стиле ренессанс, проявили внимание к моей просьбе. Здесь я получил письменное разрешение спуститься вниз на арену, в то время как газетным репортерам и даже телевизионным операторам не разрешалось покидать между рядей трибун. Вот это был настоящий спорт. Я просто восхищался. В то время как в Испании рыцари только в давние времена выходили один на один против быков, в Португалии все сложилось совсем иначе. Там эти игрища остались привилегией отважных и благородных. На испанских курортах можно и сейчас еще нанять верховых лошадей, у которых выколот один глаз, для арены. Бедных старых кляч выпускают на арену с тем, чтобы нарочно разъяренные быки их там разодрали в клочья. Причем это те же быки, которые где-нибудь на выгоне ни одной лошади не причинили бы ни малейшего вреда. Здесь же, в Лиссабоне, на желтый песок арены выезжают самые искусные наездники на прекрасных чистокровных лошадях. У всадника нет даже уздечки. Он управляет лошадью одним лишь нажатием ног и шпорами, да так, чтобы она пританцовывала навстречу быку, кружила вокруг него, горцевала перед ним, а потом быстро удирала от него, как только бык всерьез вздумает за ней погнаться. Ни одна лошадь при этом не оказывается пораненной. Они ведь слишком дорого стоят, а искусство наездников слишком высоко. Помимо того, на рога быков предусмотрительно надеты кожаные чехлы, уменьшающие риск для лошади. Испанского торера, делающего вид, что ему ежеминутно грозит смертельная опасность, здесь, по-моему, просто-напросто смеют. Потому что делают все то же самое, что делает и он, но только без всяких помпезных выкрутас и трюкачества, а главное без убийства. Быку протягивают красный платок. И он три, шесть, а то и двадцать раз бросается на него, стараясь забодать. Тореру остается стоять на месте, лишь перемещая платок, а бык бегает вокруг него да так, что каждый раз задевает его боком то за спину, то за живот. А тореру может его в такой момент еще и дружески пошлепать по крупу, что он смеясь и делает. К великому сожалению и здесь, стараясь доказать, что искусство испанцев им полностью подвластно, быкам втыкают в загривок бандерильи, обернутые цветной бумажной лентой. Правда, с той разницей, что здесь человек это делает, спешившись, один на один с разъяренным животным, притом не отвлекая его красным платком, а если верхом, то на благородной лошади и без поводьев. Разгоряченный схваткой бык, возможно, и не ощущает особой боли от болтающихся у него на спине штырей, но именно за тем, чтобы португальцы не считали, что им следует во всем подражать испанцам, в их отвратительном обращении с быками, чтобы тоже приманивать к себе в страну как можно больше туристов, нам следовало бы возить свои деньги именно на португальскую кориду, а не на испанскую. Последний акт кориды в Португалии выглядит совсем по-другому, чем в Испании. Когда бык уже совершенно измотан и не хочет больше бороться, португальский тореро становится в двух метрах от него, к нему спиной, более того, опускается на колени, а бык взирает на него совершенно равнодушно. Затем тореро берет платок и шпагу и показывает, как легко и просто в такой момент заколоть обессилевшее животное. Никакого особого искусства тут не требуется. Он показывает это дважды, трижды, а то и семь раз, но только имитирует, а не вонзает шпагу в быка. Восторженные молодые дамы бросают ему на арену снятую с ноги изящную туфельку на высоком каблуке, причем непременно левую, а мужчины бросают шляп. То, что такой вот бык отнюдь не какое-то жуткое чудище, не людоед какой-нибудь, можно понять хотя бы потому, как он после боя под аплодисменты публики покидает арену. Тут только вспоминаешь, что это ведь самый обыкновенный домашний скот. Чтобы забрать быков домой, на арену выходят так называемые форкадос или кампинос, обыкновенные пастухи из Рибатею, знаменитого местечка, где разводят рогатый скот. На них та же самая одежда, в которой они ходят и дома, у себя в деревне. Яркие цветные курточки, короткие штаны, вязаные белые гольфы и зеленые шапочки с помпонами. Восемь или девять парней неспеша заходят на арену без всяких платков, без шпаг, просто с голыми руками, как у себя дома на пастбище. Они миролюбиво подзывают своих питомцев, а взволнованный недавними переживаниями бык вглядывается в них пристально, узнает эти цветастые фигурки и постепенно начинает успокаиваться. Один из парней, руки в боки, смело идет навстречу быку через всю арену. Ради увеселения публики он даже подзадоривает быка. Тот действительно кидается ему навстречу, но кампинос не увертывается, как это делает Тореро. Он просто хватает его за рога и ложится животом на широкий лоб животного. Там он либо удерживается, либо бывает подброшен высоко в воздух, падает на спину быка и сползает сбоку на землю. В тот же момент уже двое других пастухов хватают быка за хвост, а двое или трое теснят его с обеих сторон так, чтобы он не мог обернуться. Во время того представления, на котором мне довелось присутствовать, двух кампинос, повредивших себе ногу и захромавших, их товарищи уводили с арены под руки. Надо сказать, что эти кампинос произвели на меня гораздо более сильное впечатление, чем Тореро. Если четвероногий герой еще не перебесился и не дает прогнать себя с арены, кампинос поступают очень просто. Они берут в руки обычный деревянный шест, держат его поперек впереди себя и теснят быка к выходу так, как проделывают это с ним на выгоне, когда его надо куда-нибудь перегнать. И бык к такому обращению явно привык. Правда, бывает, что он возмущается с подобной фамильярностью, поворачивает назад и хочет наказать наглеца. Так случилось как раз возле того места, где я стоял, наблюдая за происходящим. Но кампинос ничуть не растерялся и просто перемахнул через барьер на трибуны, вмиг очутившись рядом со мной. Но самый надежный способ — это коровы. Да, коровы, представьте себе. Если разбушевавшийся бык так и не желает покинуть арену, туда запускают одновременно шесть или семь коров со звенящими колокольчиками на шее. Они окружают вояку со всех сторон, и поскольку стадные чувства сильнее всякого желания подраться, то вскоре наш герой уже мирно топает вслед за остальными к выходу. Точно так же, как у себя дома, он возвращается с пастбища в свой хлев. Глава двадцать третья. Гризли истреблены, бурые распроданы. Великий дух Маниту создал гризли раньше, чем людей. А Гуллас, оказывается, не умер. Ухо придется пришить. Старичина Мозес. Под Бонном отлавливали медведей для римских гладиаторов. Война из-за гербового медведя. Наполеон увез не только казну, но и медведей. Граждане-туристы, не превращайте медведей в попрошаек. Разве нельзя заселить ими снова Альп? Когда великий дух Маниту уже вдоволь настранствовался по свету, он решил заселить землю животными. Он взял свой длинный посох, отломил нижний его конец и раскрошил в мелкие щепки, которые затем бросил в воду. Из них получились рыбы. Потом он сорвал несколько листьев с дерева, положил на ладонь и сдунул. Из них получились птицы. Среднюю часть своего посоха он разломал на крупные и мелкие куски, и они побежали, поскакали и поползли в разные стороны. Из них получилось всякое зверье. Под конец у него остался в руках лишь круглый набалдашник. Великий дух поразмыслил, что бы такое из него створить, и, наконец, решил превратить его в существо, которое должно быть мощнее и умнее всех остальных. Им и стал медведь-гризли. Он сразу сделался таким сильным и агрессивным, что самому Маниту пришлось спасаться от него на вершину горы Схаста. В те времена медведи-гризли ходили еще выпрямившись во весь рост на двух ногах, как позднее люди, а добычу свою не рвали клыками и когтями, а убивали дубинками. Так, во всяком случае, рассказывают индейцы племени Схаста. Великому духу так понравилось жить на обитаемой теперь земле, что он привез с неба все свое семейство и поселился на горе Схаста. Гора эта напоминала огромный остроконечный вигвам, и Маниту разжигал в ней для своего семейства огонь. И точно так же, как над индейскими вигвамами, над ее вершиной днем курился дымок, а по ночам плясали огненные искры. В один прекрасный весенний день младшая из дочерей Маниту, нежная рыжеволосая девушка, побежала одна в лес. Дул теплый ветер, и дочке великого духа не хотелось возвращаться домой. Она шла и шла, пока к вечеру не заблудилась. Возвращаясь домой с охоты, папаша Гризли нашел под кустом спящее рыжеволосое и белокожее дитя богов. Он принес свою находку жене, и та решила воспитать найденыша вместе с собственными детьми. Так и произошло. Маленькая дочь великого духа выросла совместно с медвежатами, а когда все они повзрослели, мамаша Гризли выдала свою приемную дочку за одного из своих сыновей. Медведи, которые тогда еще умели говорить, съехались со всей округи на свадьбу. Дети, родившиеся затем от этой неравной пары, а их было видимо-невидимо, отчасти походили на великого духа, а отчасти на медведя Гризли. Кожа у них была красноватой и безволосой, как у их матери, а волосы на голове были черными, как шерсть Гризли, и вырастали очень длинными. Они были сильными и смелыми, как их отец, но обладали умом своего деда великого духа. Так произошли краснокожие люди, первые индейцы. Когда старая медведица, приемная мать, много лет спустя уже лежала на смертном одре и почувствовала, что близок к конец, ее стала терзать совесть. Она послала гонца к великому духу, чтобы тот открыл ему секрет, где живет его пропавшая без вести дочка. Услыхав правду, Маниту пришел в такую ярость, что рванулся, как безумный, вниз с горы. До сих пор еще можно увидеть, каким ободранным, прямо вспаханным выглядит ее южный склон. Настигнув медведей Гризли, Маниту ударом молнии убил старую медведицу. А за то, что Гризли осмелились создать новые живые существа на земле, хотя это положено одному лишь ему великому духу, он наказал их. Им пришлось расстаться со своими дубинками, которыми они прежде убивали добычу, и впредь им разрешалось пользоваться одними лишь клыками и когтями. Кроме того, они лишились дара речи. Маниту сломил их гордыню и заставил припасть к земле. Такими они и остались. С тех пор им приходится бегать только на четвереньках. Лишь в случае крайней опасности, когда кому-нибудь из медведей угрожает смерть, он может подняться на дыбы. Так что в свой последний смертный час Гризли поднимается на задние лапы и стоит так, как стояли его предки и сам Маниту, великий дух. И тем не менее, огромные медведи еще долго оставались страшными владыками Северной Америки, обожествляемыми индейцами. И на самом деле подумайте только, каким надо обладать мужеством, чтобы с одним лишь каменным топором в руках или со стрелами с каменными наконечниками выходить против такого мощного и свирепого зверя. Пусть даже в шестером или в восьмером все равно страшно. Ведь медведи-гризли считали себя равными с людьми и при встрече не желали уступать им дорогу. Это пришлось испытать на себе и первым белым, появившимся на континенте. Со своими кремневыми ружьями, свинцовыми пулями и вечно сырым порохом они не слишком-то превосходили силами медведей и индейцев. Наоборот, тогда считалось, что индейцы способны одной стрелой пронзить самку бизона, да еще и спрятавшегося за ней теленка в придачу. Пока первая стрела звенит в воздухе, тетива уже спускает вторую, а отдельные стрелки ухитрялись выпустить подряд восемь стрел до того, как первая коснется земли. Первым белым, которому удалось увидеть своими глазами медведя-гризли и описать его, был некто Генри Келси. По-видимому, он был парнем что надо. Четырнадцатилетним нищим мальчишкой он перебрался из Англии в Канаду и нанялся учеником в компанию Гудзонова «Залива» по продаже пушнины. Он быстро нашел общий язык с индейцами, и отношения у него с ними сложились лучше, чем с белыми. Вскоре он ушел с ними вместе в прерии и пропадал там два года, кочуя со стойбищами краснокожих. За это время он не только досконально ознакомился с канадскими прериями и бизонами, но, как он писал в 1691 году, видел медведей больше белых, но не белых, не черных, а серебристых, как наши английские кролики. Двадцатью годами позже он стал британским управляющим компанией Гудзонова «Залива». Еще сто лет спустя в отдельных районах Америки бывало не совсем ясно, кто кого преследует, кто, собственно говоря, охотник, а кто дичь. Один капитан по фамилии Леви, курсировавший весной 1805 года по верхнему течению Миссури, сообщал потом, что ему и его спутникам все время приходилось спасаться от огромных медведей. Один подранок преследовал капитана несколько десятков метров, и только потому, что он был ранен и ослабел, у охотника оказалось время перезарядить свое ружье и еще дважды пальнуть в разъяренного зверя. А двумя днями позже один из спутников капитана с диким криком выбежал из леса на берег и успел еще в последнюю минуту прыгнуть в лодку. За ним гнался гризли. В другого такого медведя несколько дней спустя полили сразу шесть охотников одновременно. Несмотря на то, что четверо из них попали, медведь в бешенстве, широко разину в пасть, бросился на своих обидчиков. Двое дрогнули и кинулись к лодкам, но четверо других перезарядили ружья и снова выстрелили в раненого зверя. Но и им под конец пришлось побросать свои ружья и прыгнуть в воду. К такому способу не раз приходилось прибегать медвежатникам во время той знаменательной поездки. Когда мне не так давно довелось побывать в верхнем течении Миссури, по берегам которой сейчас выросло множество ферм, поселков, городишек и даже больших городов, у меня никак не укладывалось в голове, что здесь только каких-нибудь сто лет назад бродили медведи и охотились индейцы. Известен случай, когда в 1923 году некто Хук Гуллас ранил крупного медведя-гризли, который погнался за ним. Человек едва успел ухватиться за нижний сук дерева, но подтянуться не успел. Медведь стащил его вниз и стал терзать. Товарищи Гулласа подбежали к месту происшествия, но никак не могли выстрелить, потому что неминуемо попали бы и в человек. Когда медведь, наконец, отпустил свою жертву и повернулся, чтобы уйти, двое или трое немедленно в него выстрелили. Тогда он с новой силой набросился на несчастного Гулласа. Это повторилось трижды, пока чудовище не рухнуло замертво. Гуллас был еще жив, но так искусан и переломан, что его нельзя было тронуть с места. Тогда спутники перевязали его как могли и, посовещавшись, приняли решение оставить его на месте. Майор Генри, возглавлявший отряд, спросил, кто согласен добровольно остаться дежурить возле раненого, пока они пришлют подмогу. Если учесть, что в округе обитали враждебно настроенные индейцы, уже не говоря о медведях, это было небезопасное предложение. После долгого тягостного молчания один парень, наконец, вызвался остаться. Звали его Джим Бриджер, и был он очень молод и отважен. За особое вознаграждение с ним согласился остаться еще и некий Фитджеральд. Джим Бриджер позже стал одним из самых известных землепроходцев. Он сам рассказал впоследствии, как они тогда провели пять томительных дней возле умирающего, но никаких признаков ни ухудшения, ни улучшения его состояния не наступило. Поэтому они решили, что дело безнадежное, и, забрав его ружье, лошадь и все пожитки, отправились догонять своих. Прибыв в форт, они рассказали, что Гулас умер, и они его похоронили. Но Гулас не умер. Он даже сумел дотащиться до реки, чтобы промыть свои гноящиеся раны, и больше ползком, чем пешком, добрался до форт. Немножко окрепнув, он двинулся вверх по Миссуре в поисках тех, кто его так бессовестно покинул. И он нашел их представить. Когда он, наконец, предстал перед глазами Бриджера, тому почудилось, что перед ним привидение. Но, убедившись, что это живой Гулас, он понял, что сейчас наступит его Бриджера смертный час, и уже увидел, как перед ним открываются врата вечности. Однако за долгое время ушедшая на поиски обидчиков, жажда мести у Гуласа значительно поостыла, и острота обиды прошла. Он лишь смерил молодого человека с ног до головы пристальным взглядом, и затем сказал, «Куда вы тысячу чертей подевали мое ружье и мою лошадь?» Неподалеку от форта Акиова, где спасся злополучный Гулас, в том же году случилось еще одно неприятное происшествие. На капитана Смита, ведшего под узцы вьючную лошадь, посреди небольшой поляны, внезапно напал Гризли. Зверь схватил человека за голову, свалил на землю и разгрыз в щепке рукоятку охотничьего ножа, которым тот пробовал защититься. Один из спутников капитана, не владея особым литературным стилем, так описывал впоследствии все, что произошло. Ну, ясно, что ни у кого из нас не было никаких медицинских познаний. Один сказал, «Эй, помоги-ка, подержи-ка его», а другой ответил, «Почему бы тебе самому не подержать?» И так мы топтались вокруг и не знали, что делать. Тогда я спросил у самого капитана, как нам лучше поступить, а тот сказал, чтобы один или двое сбегали за водой, а я, мол, если у меня есть с собой иголка с нитками, пускай вытащу их поскорее, да чтобы живее принималось пришивать ему кожу к голове. Обрезал я ему ножницами волосы, и ей же Богу, в первый раз в жизни мне пришлось заниматься подобным делом. Давай, верите или нет, зашивать ему раны. Тут выяснилось, что проклятый медведь захватил в свою страшенную пасть почти всю голову капитана, от левого глаза с одной стороны до правого уха с другой. Он фактически снял с него скальп, и кожа висела белыми лохмотьями там, где он проехался по черепу своими огромными клычищами. Одно ухо было оторвано и висело лишь на лоскутке кожи. Ну, залатал я его как только мог. Он мне все время давал указания, что куда пришивать. Но когда дело дошло до уха, я сказал, что не знаю, что с ним делать, придется ему, дескать, теперь без уха обходиться. А он, нет-нет, попробуй-ка все-таки его как-нибудь присобачить, не бойся. Вот я, значит, и постарался получше приложить его к прежнему месту и пришил как смог. Вот какая история. А потом мы нашли примерно в миле оттуда воду и пошли туда все вместе и капитан тоже. Там мы немножко передохнули, пока капитан снова был в состоянии сесть на лошадь. Так мы, наконец, и добрались до нашего лагеря, где и устроили его как только можно лучше. И, знаете, ничего, оправился. А мы все получили урок. Каков характер у этих медведей-гризли, и уж поверьте, не скоро о том позабудем. А я вам, в свою очередь, скажу, что можно только поражаться, из какого крепкого материала были скроены тогда эти малые трапперы и землепроходцы. Но постепенно времена менялись и не в пользу самоуверенных медведей-гризли, властелинов американского континента. Их ведь когда-то в Соединенных Штатах Америки жило свыше сотни тысяч. Но с тех пор индейцы успели приобрести сначала железные наконечники для стрел, а затем и огнестрельное оружие, да и вооружение белых становилось все изощреннее, и стрелять из него можно было более метко, пули все глубже проникали в тела животных. Свыше шестидесяти миллионов бизонов, павшихся в бескрайних прериях, исчезли без следа за какие-нибудь десятки лет. В 1848 году пять охотников после года пребывания в штате Орегон вернулись с семьюстами шкурами медведей-гризли. Чем превосходнее делалось оружие, тем нахальнее стали обходиться люди с прежде столь устрашавшим их противником. Так в Калифорнии господствовавшие тогда там испанцы упражнялись в том, что окружали медведя верхом на лошадях и набрасывали ему на шею лассо. А один североамериканский морской офицер решил однажды проделать нечто подобное в одиночку. Ему и на самом деле удалось накинуть лассо на одну из медвежьих лап, и он стал тянуть за нее, намереваясь потащить медведя волоком за лошадью. Однако не тут-то было. Лошадь не могла сдвинуться с места даже на сантиметр, словно пришитая. Более того, растерявшись, поначалу медведь пришел в себя, ударил свободной лапой пару раз по натянутому лассо, а затем принялся грызть его зубами и тянуть за него изо всех сил. Лошадь пришлось осадить назад, а затем Мишка ее форменным образом потащил за собой, как непослушную собачонку. Под конец офицеру не оставалось другого выхода, как ударом ножа перерубить лассо под громкий хохот местных жителей, следовавших за ним верхом в качестве зрителей. Пойманных таким способом медведей в Южных Штатах часто выпускали на арену бороться с быками вместо тореадоров. Медведя привязывали на тяжелую цепь посреди арены, так чтобы у него оставались лишь самые незначительные возможности для передвижения. А быка доводили до такого состояния бешенства, что он кидался на медведя, всаживая ему в ребра свои страшные рога. Тот обычно тут же вцеплялся ему зубами в нос и таким способом удерживал от дальнейших попыток напасть. Лежа на спине и цепко удерживая быка зубами за нос, медведь старался обхватить передними лапами его шею, в то время как бык пытался по мере возможности затоптать медведя копытами. Медведь от этого приходил все в большую ярость, злобно тряс быка за нос, и порой ему удавалось в бешеной схватке сбить своего противника с ног. В подобных случаях медведь срывал бурный аплодисмент, потому что кровожадная публика уже предвкушала, как медведь сейчас разделается с быком. Зачастую быку удавалось вырваться, подняться снова на ноги и ретироваться, в то время как медведь забирался в вырытую им самим яму зализывать раны. Но такой исход боя не устраивал зрителей. Быка все вновь и вновь натравливали на медведя, пока он наконец окончательно не отказывался от поединка. Тогда организатор турнира требовал от публики дополнительно 200 долларов, которые ему охотно бросали на арену. После этого выводили свежего быка, и все начиналось сначала. Под конец обоих быков пристреливали, чтобы избавить от ненужных мучений. А тем временем для медведей-гризли наступали тяжелые времена. И чем дальше, тем хуже. К 1830 году в прериях Техаса паслось 100 тысяч голов рогатого скота. Десятью годами позже его было уже 330 тысяч, а в 1850 году 3,5 миллиона. Если где-нибудь находили мертвую корову, от которой медведи уже успели оторвать какую-нибудь часть, то они тотчас же получали клеймо убийц и разбойников. Хотя известно, что медведи при случае не прочь поживиться падалью, и любое животное, погибшее от каких-либо инвазий или эпизодий, может стать для них притягательным объектом. Медведей начали травить со сворами собак. Такой вид охоты считался даже веселым спортом. Собаки облаивали мишку, окружая его со всех сторон так, чтобы он не мог удрать и в то же время не мог наброситься на охотник. Такой способ сильно облегчал отстрел, делал его даже, можно сказать, удобным, необременительным. За голову каждого медведя полагалась премия. Кроме того, стали разбрасывать отравленные приманки. Животные, которые прежде не знали себе равных по силе, становились все пугливее. Они отступали в самые дальние, недоступные для человека горные долины. Ни разу за последнее десятилетие никто не слышал, чтобы гризли на кого-нибудь напал. Уже начинает казаться, что они полностью изменили свой нрав, эти медведи. Что они вовсе и не правнуки тех прежних, наводящих ужас на всю округу, бестий. Может быть, они сумели оценить опасность, которую представляет собой человек, вооруженный современным оружием. Или кровавые истории из прошлого несколько преувеличены. Во всяком случае, на сегодняшний день гризли считаются почти безобидными. 99 из 100 никогда не убивают ни скота, ни какую-либо крупную дичь. Правда, случались и исключения. В течение целых 35 лет медведь, получивший кличку Старый Мозес, терроризировал в Колорадо всю округу в радиусе 100 километров. Закончились его бесчинства лишь в апреле 1904 года. Считалось, что он зарезал 800 голов крупного рогатого скота, не считая нескольких дюжин телят и мелких домашних животных. Убил медведь и не менее пятерых людей, пытавшихся его пристрелить. Но людоедом его никак не назовешь, потому что сам он никогда на людей не нападал, если его не трогали. Некоторые очевидцы рассказывали, что он даже обладал своеобразным чувством юмора, этот старина Мозес. Не раз он устраивал такие номера. Подкрадывался незаметно к лагерю каких-нибудь землемеров или ни о чем не подозревающих путешественников, и затем внезапно врывался туда с шумным сопением и ревом. Но ни разу при этом никого не поранил, если вы него не пытались выстрелить из ружья. Он вполне удовлетворялся тем, что распугивал всех обитателей лагеря, наслаждаясь зрелищем, как они кидаются в рассыпную или карабкаются на деревья, словно стая перепуганных обезьян. Возможно, что он таким образом пытался прогнать непрошенных пришельцев из своих владений. Вполне возможно. Этот старина Мозес неизменно оставлял трапперов в дураках, когда они вознамеривались заработать довольно значительную премию, обещанную за его голову. Через натянутые шелковые шнуры, ведущие к самострелам, он просто-напросто перепрыгивал. Мясные приманки, уложенные внутрь траншеи, закрытые сверху деревянными балками, он доставал без труда, вскрывая лапами крепкое деревянное перекрытие и старательно обходя стороной оба входа в траншею, где, конечно же, были установлены массивные капканы. Мак Кракен, написавший интересную книгу о медведях-гризли, из которой я почерпнул многие старые истории об этих гигантах американской фауны, утверждает также, что в 1856 году на улицах Сан-Франциско частенько можно было встретить мужчину, за которым, словно собачки, бежали два медведя-гризли. Одного из них, а именно медведицу, владелец ее, живя в лесу, вырастил с самого раннего младенческого возраста. Говорили, что она его якобы впоследствии защищала от других своих диких сородичей. Но однажды она спарилась с проникшим в лагерь самцом-гризли и принесла своему владельцу медвежат, совместно с которым их и вырастила. Однако, поскольку я, в общем-то, знаком с медведями и знаю, что такое взрослый медведь-гризли, то считаю всю историю сильно преувеличенной. Тем более, что обо всем этом уже писал несколько позже один журналист, а сам укротитель выступал со своими медведями в цирке Барну. На сегодняшний день в Соединенных Штатах осталось не более 300 медведей-гризли. Больше всего медведей-гигантов, пожалуй, на краю света на полуострове Аляск. Спокойнее всего они чувствуют себя на уединенном острове Кадьяк. Там они ведут мирное без волнения и тревог жизнь. Отдельные экземпляры, встав на дыбы, достигают роста 3,3 метра. Безусловно, это самые крупные и мощные бурые медведи на всем земном шаре. Уже случалось не раз, что убитый на Кадьяке медведь весил свыше 7 центнеров. И тем удивительнее, что новорожденные медвежата весят зачастую всего лишь полфунта. Только раз в году эти громадины, пробавляющиеся в основном вегетарианской пищей, кореньями и травой, становятся настоящими мясоедами. Происходит такое с ними весной, когда лососи начинают подниматься вверх по рекам. Уже тогда, когда необозримые полчища созревших для икрометания рыб начинают скапливаться в морских бухтах, перед тем, как войти в реки, отдельным медведям не терпится, и они заходят в соленую воду, да часто так далеко, что снаружи остается торчать лишь одна голова с ушами. Там они пытаются ловить наиболее крупных рыб лапами или зубами, чаще всего безуспешно. Но как только лососи появляются в реках, медведи уже все тут как тут. Они бродят вдоль берега или прямо усаживаются на мелководье. Пойманных рыб они выносят в пасти на берег, словно собаки, несущие поноску. Там они кладут их на землю и осторожно снимают сначала с одного бока всю филейную часть, затем с другого. Так что на земле остается лежать один лишь хребет с головой и хвостом. Наибольшее число гризли Соединенных Штатов проживает сейчас в Иллоустонском национальном парке. Когда я был там в последний раз, егеря рассказывали мне, что их в парке примерно 180 голов. Во всяком случае больше, чем во всех остальных Соединенных Штатах вместе взятых. Они и там питаются исключительно растительной пищей, что опять же приходит в противоречие со всеми кровожадными историями, дошедшими до нас из глубин веков. И тем не менее, некоторых из этих прежних владык Америки пришлось за последнее время пристрелить из-за несознательности посетителей парка. Они не только оставляли кучи объедков возле туристических палаток, но еще и бросали медведям специально корм, так что отдельные медведи сделались частыми гостями в туристических лагерях. А это всегда чревато опасностями. Несколько лет назад одна супружеская пара с детьми и бабушкой заночевала в Эйлоустонском парке в палатке. Посреди ночи один из ребят проснулся и начал хныкать, что другой к нему пристает, щекочет его и дует в лицо. Поскольку ребенок все не унимался, проснулась и бабушка, которая увидела, что посреди палатки стоит огромный медведь и принюхивается к постели ребенка. Страшно перепугавшись, она схватила свое одеяло и набросила его медведю на голову. Результат был таков, что все полетело вверх тормашками. Палатка оказалась сорванной с места и разорванной в клочья, а медведь поспешно убежал прочь. К счастью, никто не оказался даже поцарапанным. В Эйлоустонском национальном парке встреча с черным медведем гризли на дорогах возле кемпингов и у палаток – самое обычное дело. Медведей привлекают отбросы и подачки посетителей. Создалась особая популяция медведей, существующих в национальных парках за счет человека. Это повлекло за собой конфликтные ситуации. Редкие еще в 60-х годах, о чем пишет Гржимик, они стали обычными в 70-х годах. Известны десятки случаев нападения медведей на человека, нередко оканчивающихся тяжелыми ранениями, а иногда и смертью. Служба национальных парков вынуждена была ликвидировать открытые свалки, а медведей, державшихся у туристических центров, обездвиживать и перевозить в отдаленные районы. Однако перемещенные звери возвращались обратно, и привыкшие существовать за счет отбросов и подачек, будучи голодными, представляли еще большую опасность. Частично зверей пришлось отстреливать, кемпинги – огораживать. А можете ли вы себе представить, мои современники, что еще две тысячи лет назад бурые медведи для Германии и Швейцарии, Гельвеции, были важной статьей дохода, поскольку шли на экспорт? Возле Кельна не так давно был вырыт из земли памятник, надпись на котором подтверждала, что дело обстояло именно так. Воздвигнут он был в честь богини охоты Дианы во исполнение обета, данного неким легионером, квартировавшим с 80 по 111 год нашей эры в Бонне. Капитан приносил богине благодарность за удачную охоту, в течение шести месяцев ему удалось отловить 50 медведей. Ведь в те времена в Риме наши мишки пользовались большим спросом, и требовалось их там довольно много. Так император Каллигула, убитый в 41 году новой эры, однажды за один только день выпустил на арену сразу 400 медведей, заставив их бороться с огромными собаками и гладиаторами. А Гордиан I, умерший в 235 году, даже тысяча медведей. Император Проб, 276-282-й, Проб, римский император, упрочил власть Рима в Галлии и по всей Рейнской границе, оттеснив в 277 году вторгшихся в Галлию франков, алеманов и других. И вовсе всех переплюнул. Повелел возвести в цирке искусственный лес, с которым в общей сложности были заколоты копьями 200 леопардов, 100 львов и 300 медведей. Другие римские императоры держали медведей при своих дворцах для собственного увеселения. Иногда они натравливали их на живых людей, так что игра стоила свеч. Прочесывать обширные тогда леса Древней Германии и Швейцарии в поисках такого выгодного товара. Общинные земли, через которые провозили клетки с пойманными медведями, были обязаны их кормить. До сих пор еще 62 местечка в Швейцарии носят на своем гербе изображение медведя. Столица Берн названа так в честь медведя, а разменная монета Батцен происходит от слова «пец мишка». Из-за одного такого герба с изображением медведя аппенцельцы в 1578 году чуть было не затеяли войну против Сен-Галлена. Дело в том, что они страшно гордились своим гербовым животным. А незадолго до того, в начале 15-го столетия, измученные пастухи Аппенцеля восстали против аббата и всей аристократии Сен-Галлена. Покорный альпийский медведь вдруг взбунтовался, нагнав страху на аристократов, и предпринял даже набеги за границу, где разгромил пять городов и 64 крепости. Когда взбесившегося альпийского зверя удалось наконец загнать назад в горы, он все же оставил по себе наводящую ужас память и заставил себя уважать. И вот в 1578 году первопечатник Леонгард Штрауб из Сен-Галлена издал календарь, поместив в нем гербы многих провинций. И тут Аппенцельцы заметили, что у изображенного на их гербе медведя не хватает признака мужественности. С тем же успехом его можно было принять за медведицу. А поскольку у них и без того в Сен-Галлене шли бесконечные распри, то они усмотрели в этом нарочитое оскорбление своего достоинства. Поэтому власть, имущая Аппенцеля, отрядили в Сен-Галлен чиновника Цидлера и зодчего Брюлезауэра в качестве парламентеров с требованием дать ответ в течение трех дней. Но депутатский совет и бургомистр Сен-Галлена потребовали 14 дней для совещания по претензии аппенцельцев, и посланцам пришлось уехать ни с чем. Уже на другой день в Сен-Галлен прибыл ультиматум, дававший противнику всего 24 часа на размышления. Поскольку ответа из Сен-Галлена так и не последовало, гнев аппенцельцев стал нарастать, и они начали готовиться к военным действиям. Аббату Иоахиму стоило немалых усилий утихомирить разгневанных владельцев поруганного герба и свести инцидент к переговорам за круглым столом. В январе 1579 года было наконец принято такое решение. Издателя Штрауба обязали изъять из календаря и уничтожить страницы с изображением медведицы и принести торжественную клятву, что он впредь никогда больше не позволит себе позорить герб властелинов аппенцеля. Но тут выяснилась пикантная подробность. Оказывается, тот самый Леонгард Штрауб купил клише с изображением герба аппенцельцев у одного базельского книгопечатника. А тот уже за год до скандального происшествия печатал оттиски с того же самого клише и ничего. Никто этого не заметил. Швейцарцы в Берне уже в течение 500 лет содержат свое гербовое животное в знаменитом медвежьем рву. Именно там в 1575 году появились на свет два совершенно белых медвежонка, что было воспринято тогда как необыкновенное чудо и как предвестник больших событий. Когда медвежий ров еще находился внутри городской стены, непосредственно к нему примыкала тюрьма. Называлось это учреждение «Синий дом» по цвету одежды, выдаваемой заключенным. Рассказывают, что однажды ночью один из заключенных, воспользовавшись грохотом разыгравшейся грозы, пробил ломом стену своей камеры. Пока он долбил камень, до него снаружи все время доносились какая-то странная возня и шорохи, словно бы кто-то пытался ему помочь. А когда ему удалось наконец выломать кусок стены, оттуда раздалось сопение и рычание медведя. Беглец угодил, оказывается, прямо в медвежий ров. Однако медведь от неожиданности растерялся и отпрянул в сторону, а человек, воспользовавшись его замешательством, пролез в отверстие в стене и был таков. Велико же было изумление тюремного надзирателя, когда он на другое утро вместо заключенного обнаружил на его соломенном матраце медведя. Он бросился бежать, забыв запереть дверь на засов. Таким образом, зверь получил возможность выбраться на улицу. Там он не спеша поплелся к овощному базару, откуда все продавцы мгновенно бросились в рассыпную. А Мишка с удовольствием принялся за неожиданный богатый завтрак. И только несколько часов спустя нашелся смельчак, а именно местный кузнец, который вместе со своими подручными решился изловить косолапого. История эта произошла, по-видимому, после 1788 года, потому что именно в этом году был выстроен Синий дом. А еще, несколькими годами позже, 5 марта 1798 года, медвежий город был завоеван французами. Они захватили 300 орудий, около 60 тысяч ружей и 19 бернских флагов с изображением на них медведя. Но наибольшую ценность для завоевателей представляла, разумеется, государственная казна, хранившаяся в подвалах ратуши. На 11 подвод, в которые были впряжены 44 лошади, погрузили 100 кованых сундуков с 7 миллионами фунтов золота и серебра и выехали за ворота города. Этим самым полновесным бернским золотом Наполеону впоследствии удалось рассчитаться за свой неудавшийся египетский поход. Французы увезли с собой и последних трех оставшихся в медвежьем рву медведей. Их засунули в три больших обитых изнутри медью ящика, погрузили на три телеги, в каждую из которых была впряжена шестерка лошадей, лошади тоже были трофейные, и повезли через Лозанну в Париж. Однако беднягам парижский воздух пришелся не по вкусу. В зверинце, размещенном в ботаническом саду, их посадили в такие тесные клетки, где им и повернуться-то было трудно. Два из них тут же умерли, третий выжил, но влачил жалкое существование. Во всяком случае, один швейцарец, увидавший его там где-то около 1820 года, писал, «На него приходят поглазеть, как на что-то вроде поверженного и пленного врага». Национальная гордость швейцарца явно оказалась задетой. И право, просто позор, что в такой исконно медвежьей стране, как Швейцария, больше нет ни одного живущего на воле медведя. Я полагаю, что такой нацеленный на иностранный туризм в стране, как Швейцария, медведи могли бы приносить к тому же немалый доход. После недавних исследований, проведенных доктором Петером Кроттом в итальянских Альпах, в местах обитания последних альпийских бурах медведей, нам более или менее известно, каким именно способом можно было бы осуществить реаклиматизацию этих животных. Ученый прожил два года вместе со своей семьей высоко в горах и воспитал там двух живущих на воле медвежат. Последние каких-нибудь пять бурах медведей, оставшиеся в живых в этих местах, вытеснены человеком в слишком высокие пояса гор, где им практически нечем питаться. Скоро и их не станет. А расположенные несколько ниже горные долины заняты хуторами. Медведям же, питающимся в основном растительным кормом и, к тому же, не впадающим здесь в зимнюю спячку в неблагоприятное время года, на такой высоте невозможно прокормиться. Гонимые голодом, они бывают вынуждены время от времени спускаться вниз, проникать через крыши в продовольственные склады или амбары, причиняя вред крестьянским хозяйствам. А теперь подумайте, ведь ни для кого не секрет, что ведение крестьянского хозяйства так высоко в горах на сегодняшний день перестало быть рентабельным. Все больше пашин и лугов оказываются брошенными, а хозяева их переселяются вниз, ближе к цивилизации, в особенности к индустрии. И не слишком много потребовалось бы денег на то, чтобы выкупить несколько заброшенных хуторов в горах и на освободившихся землях основать достаточно большой национальный парк, в котором медведи, рыси и другие дикие животные смогли бы вольготно жить на свободе. По сравнению с другими капиталовложениями, требующимися для целей туризма, как, например, строительство автострад, рытье туннелей и так далее, затраты на организацию такого парка окажутся просто смехотворными. Мы ведь теперь уже знаем, что медведи могут вполне мирно соседствовать с человеком, если у них есть необходимые жизненные условия. Достаточно привести такие примеры, как Словакия, Югославия или Швеция. Прекрасно себя чувствуют медведи на Пиренеях, в Румынии, Польше, Советском Союзе, а также в Северной Америке. В национальных парках Соединенных Штатов и Канады медведи являются основным притягательным объектом. Каждое лето миллионы туристов устремляются туда нескончаемым потоком, чтобы удобно из окна машины фотографировать медведей или фотографироваться вместе с ними. Та страна, которая сумеет организовать в Альпах медвежий заповедник, будь то Австрия, Италия или Швейцария, непременно переманит к себе львиную долю автотуристов, направляющихся из Северной Европы через Альпы на юг. Ведь таким туристам в национальных парках можно показать не одних только медведей, но и бобров, зубров, диких лошадей, сурков, а также непуганную европейскую охотничью дичь, например, оленей, косуль, кабанов, зайцев-беляков, диких кроликов, орлов, грифов и лесов, следовательно, тех животных, которых в других местах Европы никогда не увидишь. Там они слишком пугливы и не решаются выбираться днем из своих укрытий. Дождемся ли мы, что когда-нибудь в Швейцарии или еще где-либо в Альпах снова будут жить на воле гордые красавцы, бурые медведи? Глава 24. Эти сумасбродные глухари. С чего это они вдруг теряют всякий страх перед людьми? Глухарей все меньше и меньше. Почему удалась реаклиматизация в Шотландии? Им нужен лес, а не дровяные плантации. О пользе и вреде мелиорации. Охота к перемене мест у глухарок и тяга к дому у глухарей. Глухаренок, который спал на спинке кровати. Глохнут ли глухари на таку? Как-то в апреле в горах Чешского леса, шедшему по тропинке лесорубу, внезапно преградил дорогу, кто бы вы думали, обычный глухарь. Он грозно выскочил навстречу человеку, явно возражая против того, чтобы кто-то нарушал границы его владений. За забиякой стали наблюдать. И выяснились совершенно удивительные вещи. На самочах глухарок такующий боевитый глухарь почти не обращал никакого внимания, зато настойчиво нападал на гуляющих по лесу. Правда, когда к нему подходили слишком близко, он все же благоразумно ретировался в кусты. Так продолжалось до конца мая. А когда время такования прошло, исчез и Жозеф, как прозвали отважного глухаря, уже успевшего стать местной знаменитостью. Однако следующей весной он появился снова, причем на том же самом месте. Его легко можно было отличить по укороченному перу в хвосте. На сей раз он стал еще нахальнее, набрасывался на ноги, пытаясь клюнуть. Особенно глухаря почему-то раздражал коричневый цвет, за что его вскоре прозвали антифашистом. Когда его изловили и отвезли на грузовике за десяток километров от того места, он на другое же утро был снова на посту, пунктуально, как всегда. Слава его росла, и на будущий год начали приезжать фотографировать его со всей округи. А он становился все развязнее, и вскоре его уже можно было снять такующим на голове у какого-нибудь посетителя. Дальнейшая судьба глухаря мне, к сожалению, неизвестна. Зато мне известен случай, имевший место восемью годами позже. Двое людей, прогуливающихся по лесу Верхней Баварии, внезапно заметили междеревьев такующего глухаря, который, с расстояния около семи метров, явно двинулся им навстречу. Несмотря на то, что эти двое, как они сами потом рассказывали, пытались подразнить его палками и камнями, он продолжал свой причудливый танец с короткими перебежками и поклонами во все стороны. Погуляв еще пять минут, люди снова увидели того же глухаря, который на сей раз быстрым и целеустремленным шагом, с расстояния пяти метров устремился на одного из гуляющих. Своей палкой, которая все еще была у меня в руках, пишет сей храбрый мужчина. Я размахнулся и ударил глухаря по шее. Палка переломилась пополам, а глухарь повалился на бок. Правда, через пару секунд он поднялся, слегка отряхнулся, и медленно, полный достоинства и презрения, двинулся прочь. Мой приятель хотел швырнуть ему вдогонку камень, да я и сам мог бы его прикончить оставшимся у меня в руке обломком палки. Один наш, знакомый лесничий, сказал нам потом, что, возможно, глухарь охранял гнездо с насиживающей глухаркой. Вот какое сообщение поместила одна охотничья газета. Разумеется, глухарь никакую глухарку не охранял и не защищал. Такого у них не водится. Но что же тогда толкнуло его на столь странное самоубийственное поведение? Подобных сумасшедших глухарей действительно время от времени можно встретить в лесу. Они спрыгивают с дерева, как только приближается человек. Такуют перед ним, могут сесть на капот машины, даже на человеческое плечо. Такие птицы обычно становятся местной достопримечательностью. И всегда, как правило, находится кто-то, кто их в конце концов приканчивает. Про нашего глухаря, живущего во франкфуртском зоопарке, тоже не скажешь, чтобы он как-то особенно интересовался скромно окрашенной коричневатой глухаркой, помещенной вместе с ним в вольере. Она большей частью прячется где-нибудь в кустарнике. Зато глухарь не дремлет. Он злобно кидается навстречу каждому посетителю. А поскольку у нас в зоопарке птиц семейство куриных можно рассматривать не только через проволочную сетку, но по желанию разрешается заходить и внутрь просторных вольер, то мне пришлось во владениях глухаря установить еще дополнительные невысокие примерно до уровня колен заграждения, чтобы помешать ему наскакивать на ноги посетителей. К счастью, до такого нахальства, как вскочить кому-нибудь на голову, наш красавец еще не дошел. Как выглядит такующий глухарь у нас в стране знают многие, потому что их охотно изображают на картинках и в виде пропыленных чучел вешают у себя дома над диваном. В то же время я готов биться об заклад, что из 63 миллионов жителей Западной Германии живого глухаря видели в своей жизни не более 10 тысяч. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что 9 из 10 охотников тоже его не видели. Объясняется это тем, что зоопарки, как правило, их никогда не экспонируют. Поза атакующего глухаря схожа с позой кукарекающего петуха. Только глухарь, этот древний петух, еще умеет распускать свой хвост наподобие широкого веера. Эта сильная представительная птица с таким острым мощным клювом часто издает на рассвете удивительно тихое пение. Песни глухаря состоят из щелканья и звуков, напоминающих трение точильного камня о металл. Дыхательное горло у глухаря на целую треть длиннее его шеи и поэтому в области зоба делает большую петлю. Видимо, подобная конструкция помогает звучанию в унисон. Такование само по себе удовольствие, вероятно, довольно небольшое, требующее к тому же немалого напряжения сил. Так, ручной глухарь, живущий у профессора Мархлевского в Кракове, на первом году своей жизни таковал в течение двух часов в день, а на второй год уже по четыре часа. На советской опытной ферме молодые глухарята делали первые попытки таковать уже в августе или в начале сентября, то есть в возрасте трех с половиной месяцев, но полностью полувозрелыми они становятся только на следующую весну. Считается, что глухарь на таку, издавая свои точильные звуки, временно глохнет. Подкрадывающийся к нему охотник выжидает именно момента пения и в несколько прыжков приближается к своей жертве. Во всяком случае, так это описывается в книжках. А вот почему глухарь в такие моменты перестает слышать. На этот счет существует много предположений. Считается, что слуховой канал в этот момент бывает зажат из-за повышенного кровяного давления, либо сплющен из-за особого поворота головы птицы. Однако тщательное анатомическое исследование ничего подобного не подтверждает. Скорее всего, такующая птица потому почти ничего не слышит, что сама в этот момент издает громкие звуки и при том необычно возбуждена. Как удалось установить с помощью фотографий, у глухаря в таком состоянии и глаза затягиваются третьим веком или мигательной перепонкой, так что он вдобавок еще ничего и не видит. И тем не менее свыше дюжины глухарей, таковавших в три часа ночи на заросших елью болотистых островах, внезапно замолкали, как по мановению волшебной палочки, стоило только из темноты донестись глухому крику филина. И, как рассказывал один мой знакомый охотник, та же история повторялась и во все следующие ночи. Подобный страх перед филином казался ему сильно преувеличенным и ничем не оправданным, пока однажды наутро он не застиг филина, расправлявшимся с такующим глухарем. Филина пристрелили, но глухарь был уже мертв. У глухарей обычно есть специальные места для атакования, куда они слетаются помериться силами. Такую друг перед другом они разжигают свои страсти до высокого накала. Когда же во всей округе не находится ни одного соперника, то одиночному глухарю явно не хватает противника, на котором можно было бы сорвать накопившийся гнев. Вот в таких случаях они и нападают на людей, после чего слывут сумасшедшими. Что же касается нашего зоопарковского глухаря, то у того фамильярность по отношению к людям объясняется просто. Мы получили его из Швеции, где он вырос на ферме. Такие прирученные глухари, как правило, на протяжении всей своей жизни рассматривают людей как своих старых знакомых, друзей или соперников. Надо сказать, что глухарь не больно-то утруждает себя в деле продолжения рода. На его долю достается только привлекать своим искусством такования и брачными танцами самочек в свои владения и спариваться с ними. Вот и все дела. Остальное ложится исключительно на самку. Глухарка высиживает кладку из шести-десяти яиц в течение двадцати-восьми-тридцати дней, причем гнездо устраивает где-нибудь в укромном месте на земле. И никто ее не охраняет. Яйца глухаря размером примерно с куриные, но несмотря на свою внешнюю скромность и скрытный образ жизни, глухарки и решительнее, и отважнее своих сверкающих оперением кавалеров. Так орнитолог Илка Койвисто в Финляндии проделала следующий опыт. Она пометила тысячу восемьдесят пять птенцов глухаря метками на крыльях. Метить таких птиц ножными кольцами невозможно, потому что толщина ног у взрослого глухаря резко разнится с толщиной ног птенцов. К началу 1963 года 3,2% помеченных птиц было снова отловлено, причем выявилась следующая картина. Самцы нечасто отваживаются на далекие путешествия. Их обнаружили в радиусе одного четырех километров. Самочки же, наоборот, не побоялись пуститься в путь и были обнаружены за пять и даже двадцать пять километров от исходного места. Даже самый старый глухарь за целых десять лет не ушел дальше, чем на один километр от места маркировки. Вот, правда, в Швеции однажды подстрелили глухаря, удалившегося на расстояние 38 километров от места выпуска. Из 1895 глухарей, окольцованных в Советском Союзе, 40 были обнаружены в среднем за два с половиной километра от места выпуска. И здесь самое большое расстояние составляло 40 километров. В то время как у Альфреда Брэма можно еще прочесть, что глухари зимой ежедневно проделывают 12-15 километров. Когда у глухарки появляются птенцы, она способна стать удивительно бесстрашной. Двоих охотников, охотившихся в Лихтенштейнском предгорье Альп и присевших перекусить возле поваленного ствола огромной ели, ожидал сюрприз. После того, как они посидели там с полчаса, притом громко переговариваясь и куря, они вдруг обнаружили, что из-за ствола торчат хвостовые перья глухарки. Причем перья шевелились от сидящих под ними птенцов. Потеряв дар речи от удивления, пишет охотник, мы подождали еще пять минут и, видя, что глухарка не собирается покинуть своего убежища, слегка ткнули ее курительной трубкой. Тут терпение птицы лопнуло, она поняла, что обнаружено, и словно подстреленная, проскочила у меня между ногами, а за ней по меньшей мере с десяток прелестных, коричневато-серых, пушистых клубочков. Однако полюбоваться ими нам не пришлось. Через пару секунд все они вместе с мамашей с поразительной быстротой бесследно исчезли в зарослях кустарника. В одном из лесных хозяйств ФРГ во время лесопосадки работницы, сажающие сосну, медленно приближались к месту, где находилось глухариное гнездо. Глухарка прочно сидела на гнезде и не сделала ни малейших попыток слететь с него даже тогда, когда девушки приблизились к ней почти вплотную. Не удавалось согнать ее ни криками, ни маханием рук. Тогда одна из наиболее бойких девиц подхватила глухарку на руки и отнесла на некоторые расстояния в сторону. И птица снесла это безропотно, нисколько не сопротивляясь и не вырываясь. Более того, когда девушки уселись завтракать, она подбежала к ним и охотно угощалась хлебом и печеньем, а потом, когда они снова принялись за работу, безмятежно разгуливала между ними все утро. Однако при приближении лесничьего птица тотчас же улетела. В бинокль ему было видно, как она сразу же вернулась, как только он ушел. Трижды подряд она исчезала при приближении мужчины и возвращалась, как только девушки оставались одни. К полудню появился еще и глухарь, который принялся таковать и приплясывать вокруг глухарки, не обращая внимания на копающих землю работниц. Звук его голоса походил на звук точильного станка и был слышен на расстоянии двухсот-трехсот шагов. Как-то тому же лесничему рабочие принесли из леса пять свежих глухариных яиц. Он подложил их индейке и через тридцать дней вылупились пять глухарят. Молодые глухари, два самца и три самочки, спали чаще всего на дереве, а их приемная мать индейка внизу под деревом или на одной из самых нижних веток. Вскоре глухари начали взлетать и на крышу лесничества, а потом и на крыши домов соседнего городка. Следующей весной все они исчезли в окрестных лесах. Сначала самцы, а затем и самки. У наших детей и внуков останется еще меньше возможности увидеть живого глухаря, чем у моего поколения, потому что тетеревинах у нас становится с каждым годом все меньше и меньше. В 1964 году во всей ФРГ насчитывалось шесть тысяч глухарей, четырнадцать тысяч семьсот восемь тетеревов и четыре тысячи сто двадцать рябчиков. Во всех Чехословакии в 1961 году было четыре тысячи двадцать девять глухарей, из них почти три четверти в Словакии. Не правда ли, удивительно, кому это удалось так точно подсчитать столь осторожных птиц в лесу? Возможно ли еще восстановить постепенно исчезающее поголовье глухарей и другой ценной и редкой пернатой дичь? Это зависит от того, сумеем ли мы вместо дровяных плантаций, где еле посаженных стройными рядами, словно посеянная на освобожденных от сорняков полях рожь, воссоздать снова настоящие естественные леса. Правда, специалисты лесного хозяйства часто утешают нас тем, что леса в нашей стране за последние сто пятьдесят лет стали не меньше, а скорее больше по площади. Однако нет особых причин радоваться или гордиться, потому что там, где прежде был смешанный лес, состоявший из различных пород деревьев, перемежающихся лесными полянами, болотами, прогалинами, пустошами, торфяниками, озерками, там сегодня стоят ровные посадки из одновозрастных дубов, буков и елей. И больше всего из елей, потому что эти деревья и приживаются легче, и растут скорее, да и посадка их обходится дешевле. Несмотря на все возражения, не раз возникавшие по этому поводу за последние годы, упорно продолжают сажать хвойные виды в ущерб лиственным. А ведь такие лесопосадки или древесные плантации значительно уязвимее в смысле ветроповалов и нападения насекомых-вредителей, чем настоящий лес. Для того, например, чтобы бороться с короедами, совкой сосновой или другими вредителями лес, приходится затрачивать массу денег хотя бы для того лишь, чтобы убрать все отмершие и засохшие деревья, кора которых очень удобна для выплода различных вредителей. Лесничие вынуждены вновь и вновь опрыскивать лесопосадки всяческими ядохимикатами, чтобы сдерживать размножение вредителей и уничтожают при этом заодно и муравьев, и птиц, которые в естественном лесу прекрасно приспособлены сохранять равновесие в природе. До сих пор в наших краях бездумно продолжают раскорчевывать тысячи гектаров пустошей, осушать одинокие заболоченные лесные поляны и болота только потому, что когда-то во времена Фридриха Великого это считалось большой заслугой и доблестью. Но сейчас ведь уже ясно, что таким образом мы формируем малоплодородные бедные почвы, которые уже через 10 или 20 лет не будут годиться для распашки. А ведь сельское хозяйство и без того теперь старается перебазироваться на более удобное расположение, более стоящие участки земли. Упор делается на крупномасштабные хозяйства. Кроме того, следует не забывать о том, что именно пустоши, болота, глухие лесные чищобы способны сохранять столь необходимую влагу в течение всего года. А ведь вода становится год от года все большим дефицитом во многих областях Европы. Только из-за того, что в государственных бюджетах земель этих небольших стран, входящих в состав федерации, в течение десятков лет все вновь и вновь предусматриваются миллионные ассигнования на повышение плодородия почв, упрямо и бездумно продолжают делать все то же самое. Регулировать речной сток, осушать болото, понижать уровень грунтовых вод, потому что в случае, если выделенные на это средства не будут истрачены, всегда существует опасность, что их на будущий год вычеркнут из бюджета и больше не выделят. Одновременно миллиардные затраты идут на то, чтобы создавать повсюду искусственные водохранилища, необходимые для сбора вод для все разрастающихся больших городов. Однако за последнее время, я бы сказал просто к счастью, древесина настолько подешевела, что уход, который требует лесопосадки, фактически потерял всякий смысл. Сама посадка буковых и еловых насаждений стоит дороже, чем то, что можно выручить, даже срубив ее затем всю под корень. С другой стороны, миллионные массы городского населения на своих машинах все больше стремятся попасть в настоящий лес на лоноприроды. Им хочется любоваться красивыми ландшафтами, дышать чистым лесным воздухом. Они хотят попасть именно в настоящий лес. Заметьте, в дремучий лес, воспетый поэтами и романтиками, а вовсе не на дровяную плантацию, поставляющую лесопиломатериалы и сырье для бумажной промышленности. Так что мы еще можем надеяться, что наше лесное хозяйство постепенно переориентируется и обширные лесопосадки, являющиеся, кстати, в основной своей части всеобщим достоянием, снова превратятся в естественные леса. В нормальные леса, где будут расти и береза, и ясень, и клён, и осина, ива и тополь, липа и крушина, акация и вяз, и всякого рода кустарники, травы и цветы, где будут бегать и летать разные виды животных. Вот тогда-то и для глухарей снова наступят лучшие времена, потому что для полного благоденствия им нужны дремучие, обширные, смешанные леса с болотцами и торфяниками. Между прочим, христиан Людвиг Брэм, отец знаменитого автора жизни животных, подстрелив и вскрыв десяток глухарей на таку, к своему удивлению обнаружил, что зоб у них был набит одной лишь хвоей, иголками, ели, пихты и сосны. Говорят, что зимой глухарь способен просидеть несколько суток подряд, иногда даже до восьми дней, на одном и том же дереве, обрывая с него всю хвою. Сосновая хвоя основной компонент в осенне-зимнем питании глухарей. Как показали опыты в питомниках глухарей, исключение хвои из рациона взрослых птиц вызывает резкое ухудшение их состояния похудения и плохое усвоение других кормов. В СССР накоплен большой опыт разведения глухарей в вольерах Дарвиновского и Березинского заповедников и ряда охотничьих хозяйств. Но в другое время глухари как раз наоборот весьма прихотливы и разборчивы в отношении еды. Правда, это замечаешь лишь когда содержишь их в неволе. Им нужны и почки, и молодые побеги, и разного рода ягоды. Глухариный молодняк и в первую очередь маленькие птенцы питаются почти исключительно жуками, гусеницами, личинками, мухами, червяками и улитками. А их на наших сплошь забрызганных ядами лесных плантациях явно недостаточно. Видимо, именно из-за этого почти все попытки вновь акклиматизировать глухарей в местах их прежнего ареала терпели неудач. Ведь прежний ареал глухаря тянулся из Северной Испании через всю Европу до Байкала и Лены в Азию. Первые попытки искусственного расселения глухарей предпринял еще в 1630 году полководец Воленштейн в Мекленбурге. Безрезультатно пытались расселить глухарей в Ирландии, Дании, на Аланских островах Финляндии, во Франции, Италии, Швеции и других странах. Только в одной Англии, где их тоже уже полностью истребили, опыт удался, а именно в Шотландии. Туда завезли в 1837-38 годах сначала 48, а затем еще большее количество глухарей из Швеции. Кроме того, там подкладывали глухариные яйца в тетеревиные гнезда и тетерева их высиживали. Правда, в подобных случаях всегда возникает опасность, что впоследствии могут появиться гибриды между тетеревом и глухаркой, реже наоборот. Они представляют собой нечто среднее между обоими видами родителей. Тем не менее, 20 годами позже общее число глухарей в Шотландии оценивалось уже свыше тысячи. По-видимому, раньше в новых местах всегда выпускали слишком мало и чаще всего уже взрослых глухарей, иногда всего лишь одну пару. В чем и крылась ошибка. Но даже при наличии больших естественных лесных угодий с ручейками и болотами, и при условии, что завезен будет один только глухарин и молодняк, и то услышать их пение на таку удастся лишь на будущий год ранней весной. Именно так, между прочим, поступили в Польше, где выпустили глухарей в возрасте от двух до трех месяцев. Но вырастить в неволе глухаринах деток дело отнюдь непростое. Это заметила еще супружеская чета зоологов Хайнрот, у которых пять глухарят в возрасте семи недель внезапно погибли. Насетка, под которой они вывелись, не пользовалась у птенцов должным уважением. Они явно не понимали значения голосовых сигналов и поз своей приемной матери и посещали ее только в качестве источника тепла. По-видимому, поведение мамаши-глухарки сильно отличается от поведения домашней курицы. Зато по отношению к людям, глухарята вели себя весьма доверчивы. Чувствуя себя покинутыми, они неизменно издавали свое протяжное ДИИ. Орнитолог Мюллер из института Макса Планк тоже потерял почти всех детенышей глухаря. Все они погибли от различных болезней. Зато оставшийся в живых глухаренок привязался к исследователю всей душой и не желал отойти от него ни на шаг. Ночью он устраивался на ночлег на спинке его кровать. Если его хозяин засиживался слишком долго за работой, он укладывался спать, примастившись на его письменном столе. За обедом он тоже составлял ему компанию. Когда птенца оставляли одного, он тоже издавал клич одиночества ДИИ. Другая группа из пятнадцати птенцов глухаря, которую Мюллер вывел еще до того глухаренка, принималось плакать даже тогда, когда он был в комнате, но сидел тихо, не шевелясь. Как только кто-нибудь из птенцов замечал, что его нет, и начинал издавать свое испуганное ДИИ, остальные также подключались и ныли хором, хотя за секунду до этого безмятежно клевали корм. Заслышав голос хозяина в саду, они тотчас же слетались и сбегались к нему со всех сторон, и принимались старательно склевывать насекомых, бутоны и семена вокруг того места, где он стоял. Между прочим, именно Хайнрадт и установили, что хорошо оперившимся четырехмесячным глухарятам весом примерно в полкило достаточно только один раз перелинять, чтобы сменить свою детскую одежду на сверкающее шикарное одеяние взрослого глухаря. Выращенные в неволе глухаря-то могут прожить довольно долгую жизнь. У некоего Стергера в Крайнбурге глухарь прожил целых 18 лет. А наибольшая продолжительность жизни у свободно живущего глухаря отмечена в округе Орималитас в Финляндии. 1 июля 1950 года ему в трехдневном возрасте вдели в крыло метку, а 25 сентября 1960 года он был там же подстрелен, достигнув веса 4,5 килограмма. Глухари, способные достигать 4-5 килограммов веса у самцов и 2,5-3 килограммов у самок, наиболее крупные из всех тетеревинах, 18 видов которых распространены или, вернее, были распространены по всей умеренной зоне северного полушария. Глава 25 Несозданное руками человек В Западной Германии пренебрегают творениями природы. Естествознание в загоне. Единственное мыслящее существо на земле в ответе за все. Техника не должна заглушать живую природу. Животные позволили человеку стать человеком. Так называемые цветные посрамили нас, европейцев. Не так давно одна большая западногерманская газета поместила фотографию советской почтовой марки с изображением Рихарда Вагнера, снабдив ее следующей саркастической подписью. По-видимому, Советы оставили за собой неоспоримое право изображать на почтовых марках немецких композиторов, в то время как наша федеральная почта предпочитает почему-то изображать животных. Напрасная ирония. Вот именно в Советском Союзе как раз выпущены целые серии марок, посвященные редким видам животных, находящимся под угрозой исчезновения с лица земли. Более того, они изображены на миллионах спичечных коробков. Но это ведь очень характерно для западногерманских публицистов считать все, что создано природой, гораздо менее ценным, да что там говорить, просто ничтожным, по сравнению с тем, что создано человеческим разумом. Как известно, у нас документальные научно-познавательные фильмы неизменно проходят цензуру, иначе подобный дорогостоящий труд не попадет на экраны кинотеатров. Только на этих условиях кинодокументалисты получают право на желанный льготный налог, которым пользуются лишь игровые картины, а иначе ни один кинотеатр не согласится принять в прокат познавательный фильм. Цензура проводится фильмовой квалификационной комиссией. Ее анонимная судейская коллегия подвергает критике взгляды создателя фильма и его художественные методы. Комиссия вынуждает автора вносить всякого рода поправки. Вот почему я больше не снимаю подобных фильмов. К примеру, в фильме «Серенгетти не должен умереть», снятым мной совместно с моим покойным сыном Михаэлем, квалификационная комиссия потребовала убрать фразу «В мире все обстояло бы гораздо лучше, если бы люди вели себя подобно львам». Речь шла о том, что львы никогда друг друга не убивают. Убрать следовало также утверждение, что сохранение на земле последних диких животных ничуть не менее важно для человечества, чем сохранность Акрополя или Лувра. Мне было указано, что сравнивать стада зебр с подобными историческими ценностями непозволительно и неуместно. И лишь потому, что я отклонил подобного рода вмешательства и вся общественность приняла нашу сторону, квалификационной инстанции пришлось отступиться от своих требований. А вот и третий, еще более серьезный пример того, как у нас недооценивают созданные природой, а не человеком ценности. Решением конференции наших министров просвещения, состоявшейся 29 сентября 60-го года, программа получения знаний по биологии для старших классов гимназии была значительно сужена. Число преподаваемых естественно-научных предметов существенно уменьшилось. Кроме того, во многих школах большинства земель федерации школьникам дано право почти или совсем не посещать уроков естествознания. Таким образом, большая часть школьников старших классов с тех самых пор не получает достаточных природоведческих знаний. Особенно это чревато опасностью для тех ребят, которые по окончании гимназии выбирают себе специальность, не имеющую отношения к естественным наукам, а следовательно, и во время учебы в институте не соприкасаются с биологией. Адвокаты, судьи, экономисты, священнослужители, журналисты, политики, историки, а также большинство учителей и преподавателей высших учебных заведений ФРГ будут таким образом в будущем лишены даже основных понятий о законах природы и о биологических процессах, а ведь именно эти познания скоро станут решающими для будущего всех народов. Правда, должен отметить, что не один из тех 11 министров Западно-Германской Федерации во время учебы в институте не соприкасался с предметами, которые принято объединять под общим названием естествознания. Поэтому для них должно быть было достаточно затруднительно составить себе какое-либо ясное суждение о смысле и значении этой ставшей теперь столь решающей области знания. А ведь горизонт многих наших современников умения видеть и понимать происходящее и так уже значительно сузился по сравнению, например, с известными естествоиспытателями, чей взгляд охватывает всю Землю и двух миллиардов летнюю историю населяющих ее существ. Историки, изучающие доисторическую эпоху, способны заглянуть на 10 тысяч лет назад. Исследователи из области культуры и философии в состоянии охватить от двух до четырех тысячелетий. Большая часть искусствоведов и специалистов по истории и литературы, да и вообще образованные интеллектуалы, заглядывают назад обычно не более чем на несколько столетий. Большая же часть населения страны помнит лишь о том, что было несколько десятилетий назад. А уж экономисты, политики и создатели мод, те часто довольствуются вообще парой лет. Так во всяком случае утверждает Гельмут Гамс, у которого я это вычитал. Естество испытателя всегда глубоко впечатляет, какой бесконечно малый выглядит во времени и пространстве наша собственная жизнь по сравнению с вечным, многообразным, стремительным потоком эволюции. И от этого он становится всегда скромным и почтительным перед природой. Каждое живое существо на Земле подчиняется общим законам природы, против которых оно бессильно. Огонек его жизни можно загасить одним лишь легким дуновением, будь это одноклеточная водоросль в тропическом океане или сам президент Соединенных Штатов. Мы не можем не видеть и не понимать, что развитие, продолжавшиеся миллионы лет, достигло своей высшей точки, а именно появился феномен человеческого мозга. С его помощью, кстати, еще так слабо изученного, жизнь на Земле получила способность познать самое себя, задуматься о себе самой и вместе с тем познать окружающую действительность солнца, луну, волны, птиц, рыб и так далее. Научилась сравнивать их между собой, изучать. Только в человеческом мозгу происходит отражение свойств материи. Подобного еще не было дано ни одной из жизненных форм на Земле. От столетия к столетию, от десятилетия к десятилетию люди научатся все изощреннее уничтожать себе подобных, да и вообще любые другие жизненные формы на планете. Изменять и истреблять они уже способны изменить весь земной шар. Именно поэтому все творения человека, независимо от того, относятся ли они к технике, химии, искусству, все более заглушают, подавляют то, что создано нечеловеком. Одновременно нас становится все больше и больше. И хотя мы никак не можем наладить мирного сосуществования на земле и не в состоянии обеспечить справедливого распределения питания между всеми народами, зато наши технические конструкции становятся все виртуознее, все фантастичнее. Однако они нас все меньше и меньше впечатляют, все меньше способны удивить. Мы уже нисколько не сомневаемся, что овладеем Луной и Венерой. Мы привыкли читать в газетах о том, что люди за несколько часов на головокружительной высоте совершают витки вокруг всего земного шара. И нас это, как ни странно, меньше поражает и волнует, чем в прошлом столетии волновало изобретение парохода или прорытие первого туннеля в горах. И только очень медленно, но зато со все нарастающей силой за последние годы стало проясняться сознание, сколь важны для нас те самые живые создания, которые появились на земле без нашего содействия и гораздо раньше нас. Какой источник наслаждения, радости, понятия красоты, восторга дает нам окружающая нас природа, та природа, которую мы как раз собираемся изничтожить. Причем изничтожить навеки вечные. Но чем редкостнее, чем недоступнее станут вещи, не созданные руками человек, чем реальнее станет угроза исчезновения, тем они сделаются для нас дороже и ценнее. Сегодня уже только какими-нибудь тысячами исчисляются представители трех видов высших приматов, человекообразных обезьян, самых разумных после нас существ на земле. Если не произойдет что-то совершенно радикальное, то один из них, а именно азиатский орангутан будет полностью истреблен еще за время жизни нашего поколения. При этом мы даже еще не дали себе труда узнать, как он живет, о чем думает и как действует. Буквально в самые последние годы двое молодых зоологов взяли на себя труд пожить рядом с двумя другими видами диких человекообразных обезьян с шимпанзе в Танзании и горными гориллами вулканической области Верунга в Заире. И они открыли совершенно потрясающие вещи. Шимпанзе, который, согласно новейшим исследованиям крови, проведенным сотрудником франкфуртского зоопарка Якобом Шмидтом, является наиболее близким родственником человека, охотится, убивает и съедает различных других животных, в том числе и низших обезьян. А столь несправедливо оклеветанная огромная и могучая горилла, стоящая по степени родства с нами на втором месте, чистый вегетарианец. Горилла питается исключительно растениями, по натуре миролюбив, и ему свойственно поведение, исключающее драки и убийства среди себе подобных и другими видами животных. Какая великолепная возможность получше познать нашу собственную раннюю историю развития бесследно исчезнет, если мы допустим, чтобы последнее жизненное пространство этих разумных существ, а с ним и они сами, было бездумно уничтожено. Ведь никто иной, как животные помогли человеку стать человеком. Собака помогала ему удачливо охотиться, облаивая и останавливая для него дичь, мешая ей убежать, чтобы охотник мог с удобного расстояния убить ее дубиной, прощой или стрелой. Скот без труда выкармливал своим молоком его детей, нес на себе его скарб по горам и долам, позволяя ему накапливать столько утвари, сколько ему самому никогда бы не сдвинуть с места. А это, в свою очередь, помогло человеку объединиться в патриархальные общины, регулировать совместное житье и улучшать свой быт. Что же касается лошади, то именно она пронесла его с небывалой скоростью по всем континентам. Но вот уже несколько десятилетий мы перестали нуждаться в диких животных. Во всяком случае, многие и так думают. Но какое непростительное ослепление дать вот так окончательно угаснуть жизни вокруг нас, причем угаснуть безвозвратно, исчезнуть так, что наши собственные дети и внуки никогда уже не смогут извлечь из нее никакой пользы. Именно ради этого некоторые из нас, а год от года таких делается все больше, стараются сделать все возможное, чтобы сохранить хотя бы жалкие остатки живой природы. Разумеется, мы полностью отдаем себе отчет в том, что при постоянном увеличении численности людского населения нельзя сохранить природу просто так, целиком, как она есть. Это невозможно. сохранить можно только отдельные маленькие ее островки. И лучше всего для этой цели создавать национальные парки, местности, не заселенные людьми, в которых людям не разрешается ничего изменять. Вот за них-то мы боремся. Не самый плохой путь заключается в том, чтобы воодушевить людей нашей идеей, заставить их понять и поверить в необходимость наших планов. Ведь никто уже на сегодняшний день не сомневается в том, что уничтожать культурные памятники старины недозволено и недостойно культурных людей. Организация Объединенных Наций выделила 12 миллионов долларов на то, чтобы спасти храм Абу-Сембелла от затопления в водохранилище. А вот сколько выделят на то, чтобы спасти от уничтожения дикую фауну, которой грозит гораздо худшей опасность, чем каменным идолам, не знает никто. Вместе с тем мы стали свидетелями весьма обнадеживающих событий. После того, как европейцы во времена колониальной власти уничтожили 90% африканской дикой фауны, можно было подумать, что освободившиеся из-под колониального гнета племена быстро доведут до конца. Это нехитрое дело. Но ничего подобного не случилось. Вместо этого новые африканские правительства взяли на себя ответственность за то, чтобы сохранить своих диких животных, последних представителей прекрасной африканской природы для своих потомков. Для потомков других народов земли. Созданные еще при бельгийцах колониальные парки Конго, несмотря на все перипетии гражданской войны, не были разрушены и по мере возможности охранялись. Ставшие самостоятельной Танзанией, налогоплательщик, несмотря на свою отчаянную бедность и нужду, вынимают из кармана последние гроши, чтобы помочь своему правительству сохранить дикую природу своей родины. Новое африканское правительство посоромило своих европейских предшественников хотя бы уже тем, что оно за первые годы своего правления вместо одного национального парка создало три, и сейчас создает следующее, что средства, отведенные в государственном бюджете на охрану природы, за последний год увеличились уже на одну треть. Но разве эти мудрые, сознательные, но отнюдь несостоятельные черные люди не вправе рассчитывать на то, чтобы более богатые страны помогли им сохранить ценности, имеющие столь важное значение для будущего всего человечества в целом? Эти ценности уже сейчас начали приобретать немалые значения для всех народов. Все большее число людей стремится проводить свой отпуск, путешествуя, тянется к живой дикой природе. Еще каких-нибудь сто лет назад 80% населения жило в деревнях, в окружении животных, лошадей, коров, овец, кур, а в лесу и полях они встречали косуль, оленей, зайцев. Когда в прежние времена люди, выросшие в деревне, отправлялись в путешествия, они совершенно не обращали внимания на окружающую их природу, по которой ехали неделями. В своих дорожных записках они отмечали лишь города, кафедральные соборы, крепости, дворцы. Еще полстолетия тому назад никто бы и не подумал, что сегодня миллионы людей будут устремляться каждую весну на природу только за тем, чтобы насладиться солнцем, морем и красотой ландшафта. Вот так и сейчас уже набирает силу новый поток туристов, стремящихся в Африку. И хотя мы, европейцы, совместно с африканцами, может быть и сумели сохранить небольшую часть африканской природы, но нашу собственную европейскую северную природу в ее первозданном виде нам скорее всего сохранить не удастся. Потому что на сегодняшний день ни в Европе, ни в Северной Америке, ни в Северной Азии нет ни одного национального парка, в котором бы полностью сохранялось равновесие в природе. Мы все еще не можем отделаться от ребячливого представления, что животные делятся на полезных и вредных. Именно такая уверенность побудила наших охотников истребить отечественных хищных животных или свести их численность до минимума. В большинстве североамериканских и европейских национальных парков крупных хищников почти повсеместно изничтожили ради сохранности мирных копытных, таких как олени, антилопы, горные бараны или горные козлы. В то время как в настоящих заповедных территориях регулирование численности берут на себя хищные животные и человеку не приходится выступать на ролях убийц, на ролях охотников и благодаря этому животные там перестают бояться человека. К сожалению, еще нигде в жизненном пространстве, занимаемом европейцами, не сделано попытки создать настоящий национальный парк, в котором будет охраняться вся фауна в целом, все дикие животные, даже волки, то есть национальные парки, свободные от всякого вмешательства человека. Но поскольку волки, в отличие от львов, леопардов и гиен, совершают дальние и обширные кочевки, такие национальные парки в наших северных областях должны занимать большую территорию и не должны быть окружены человеческими поселениями. Возможность создания подобных заповедных территорий и сохранения для наших потомков хоть частицы неприкосновенной северной природы осталась разве что в самых отдаленных частях Канады и Сибири. Будем надеяться, что человеку еще удастся сохранить хоть часть природы в ее великолепной первозданной красоте. Конец книги Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...